подряд гости угол на самом деле это так вот мы еще взяли себе кстати еще одного ведущего на полставки короче к нам так ходит денис ширяев которые директор по продукту тежурного в цару и наверное его знаю конечно ты его знаешь но правда живет в польше на периодически приезжают у него еще канал это может быть видео в телеге денис сексе айти не ну круто слушай это очень правильно мне кажется разные разные взгляды разные подходы разными люди разбавлять вот ты сейчас придешь нам расскажете по как ты слушай не я хорошо на донатил фифу кстати я этого егор кредо соблазнил я говорю егор приходи я тебя буду обыгрывать то фифу да он оказывается тоже очень большой фанат фифы короче да да он прям играет ультимой тим там неистово знаешь он это периодически может видели в твиттере а тошки да там скриншоты состав команды знаешь мне там три комментарии типа да это никому не интересно примерно такой же фигней занимается в инстаграме прикинь то есть егор крит у которого там аудитория девочек мальчики и такой пацаны я достал азара из пак и все таки что ты несешь это даже как реально там типа иногда заходишь кому-нибудь серьезный очень очень серьезный фейсбук и там люди пишут там про политику про еще что-нибудь такое короче а потом груди говорят слышите сегодня вот поехал короче купил такой охренительной картошки короче посадил вообще просто да такой разрыв шаблона ты не ожидаешь от людей подобных историй ну вот каждый раз как бы то есть реально когда ты делишься чем-то чё тебе там нравится вот я например тоже знаешь там периодически друг пишу себя там в твиттере типа что я там кто-то аниме нравится ты чё блять не мы такого мы не ожидали мальчик тебя за 30 какое аниме алё я каждый раз не понимаю как было чё-чё плохого-то смотрю я не мог бы водку по подъездам жрать так-то ну как-то да на силу арму на ему ночь нравится ну смотрите короче мы давайте начнем про всякое хорошее про плохое короче про вот это все в общем-то категорически приветствую обратите же сначала это нормально и нормально выдастся банда да . как windows общего ладно хорошо короче знаете так оттуда у дуду потом короче всем привет вы слушайте или смотрите завтра касс зависимости от того где вы это делаете мы очень рады вам надеемся что вы рады нам что вообще вы здесь делаете завтра кассе если вдруг не знали это подкаст про игры медиа технологии с вами бессменный ведущий тимур маркетолог из москвы это я дима подкастер из москвы это я да здрасте и сегодня наш ведущий на полставки которые последний год к нам конечно не приходил недавно изменил нам с другим подкастом ничего не поделать вернулся к истоком и короче вернулся к истоком в том числе и к нам валентин профессиональный блогер из москвы да окей расскажи валентин ты у нас решил сделать опять свой подкаст чё вдруг да чё это вдруг вообще слушай ну да я тут считал когда я последний раз записывал свой подкаст 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 и оказалось что это ноябрь 2016 года соответственно подкастами я не занимался уже много лет действительно и ну у нас на самом деле долгая история создания приложения именно там сейчас в бета-версии пока я надеюсь совсем скоро в релизе это будет доступно всем есть подкасты мы изначально придумали что это будет одна из эксклюзивных фич приложения потому что главный вопрос который у людей возникает нахрена мне еще одно приложение и типа ну я его поставлю ладно а потом никакого смысла им пользоваться нет вот чтобы у людей был какой-то смысл хотя бы раз в неделю запускать мы туда засунули подкасты соответственно я старой доброй манере все это в одно лицо криво коса в гараж бенди тра-та-та наговорил хорошо но народ зашло мне очень много фидбэка позитивного прилетел тебя как в старые времена на единстве у меня была там какая-то китайская музыка на подложке дикой абсолютно на каком-то торренте нашел качи ее потерял и в контексте нашего сегодняшнего обсуждения китайская музыка звучит очень интересно так 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 почему китайская музыка слушай я долго экспериментировал какую подложку сделать так чтобы она не раздражала и чтобы она была прикольной и на самом деле китайская музыка была идея была конечно каждый выпуск менять ее чтобы ну как-то двигаться в итоге мне стало лениво я ее оставил навсегда и она просто людям полюбилась это как знаешь у меня практически ну во многих распаковках играет xx интро трек и он настолько людям уже вбился в голову как музыка под распаковки что я кто-то говорил во первых там навальный знаешь когда делал там на ростех какие-то приколы они ставили эту музыку просто кто-то горит типа музыка для распаковки начинает играть вот это я вообще въехал в мазал тренда хотя тоже абсолютно рад ровно та же самая историями для нее нашел неплохой трайк он подходит по темпу и типа хрена так расскажи мне пожалуйста вообще в чем смысл твое приложение почему я должен его ставить слушай нас дуть конечно подрезала очень круто в вороте мы такие девочки об этот тест и он такой нате пацаны это как блин ну логика очень простая youtube на самом деле не то чтобы сильно душит но институт подписок они запороли и чтобы как-то пушить лишний раз свой контент соответственно нужно приложение потому что своем приложении есть пуша вот это все начинается ну и второй большой момент это как-то собрать огромное количество всевозможного контента воедино потому что кто-то читает твиттер кому-то нравится инстаграм не знаю там еще что-то попытаться все это объединить так чтобы людям это все было органично и они смогли это настроить под себя даже в профиле ты можешь выбрать какие темы тебе интересно если что-то не нравится просто убрать и накидать еще всяких крутых вещей которые мы просто не можем реализовать на сторонних площадках это вот и подкаст с плюхами и еще всякие интересные вещи поэтому приложение это на самом деле должно было выйти лет пять назад шесть но просто опять же было что-то лениво очень сильно и вот только-только мы дошли до его реализации пока на айфоне в следующем году на андроиде и там в круг то есть apple tv и прочее прочее а ты не боишься что он apple вас зарежет за то что вы подкасты и вот такой вот контент типа делайте в виде отдельного приложения ну слушай не мы первые не мы последние это вполне ок то есть это нормальная практика это не обязательно должен подкасты подкасты делать поэтому в приложении нет ничего такого чтобы могло вызвать вопросу и пла более того мы еще и хитро забираем youtube контент потому что youtube сейчас свои вот эти api и прочие штуки порезал прямо жестко и никому ничего не отдает я постоянно как у дудя реализована они парсят счетчик то есть количество просмотров идет с youtube а ролики в приложении они с какого-то сервера своего тянут поэтому они дали возможность их загружать и очень многие обрадовались типа о классно без подписки на ютубе я могу скачать видос посмотреть его потом и наверное ему это действительно полезно потому что выпуски длинные они выходят редко и люди там знаешь три скачали им там на пять часов хватит а у нас немножко другой подход у нас огромное количество контента every day поэтому такой функции не не будет но у нас есть другие интересные прибамбасы ты можешь там рандомить что-то еще чуть дел в общем главное есть темная тема остальное как говорится приложится вот но на самом деле мы сейчас выкатываем самую первую версию у нас уже есть с моим пайплайне там дальнейшее развитие и там будет и игра и прочие радости жизни то есть это такой долгоиграющий проект который сейчас мы решили выпустить как есть но то есть базовым набором возможностей и очень быстро насыщать его дополнительными фишками просто сделать это не ну сразу сразу а вот постепенно появится эмулятор я не знаю да 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 то есть там скрытые возможности знаешь там типа три раза настройки но я хочу на самом деле сделать всякие вещи но смотри там не будет рекламы там не будет каких-то этот монетизации это для нас ну имиджевая такая штука которую мы вложили деньги сделали и хочется чтобы людям заходило если не знаю апаки открывать можно будет слушай я я настоял там на самом деле есть одна одна внутренняя покупка царь царь донат который ничего не делает вообще кроме того что тебе прикольная анимация прилетает типа аля спасибо ты лучший и все и ты можешь там чуть 15 рублей потратить и все и какая сумма тоже стоит вот что-то 15 рублей и помню 25 это минимальная просто если тебе вдруг очень очень хочется заслать денег и ты не знаешь как это сделать но мы типа не могли не дать тебе такую возможность но особенно историю про существование приложения в котором знаешь встроенная покупка типа 3 миллиона долларов но есть уже такое амрич по называем речи как-то так денег и она ничего не делала просто типа сам факт того что он у тебя стоит ну больше приложения ты знаешь это опять же с одной стороны это уже все переболели сегодня приложение это никого не удивишь с другой стороны почему нет пускай пускай будет подумали мы и решили сделать тем временем олег занес на 500 рублей заваливаю за двор стреляю в упор кстати на самом деле я хотел сказать по поводу донатов помнишь есть такое приложение спид тест вот и у них если помнишь была такая история с тем что можно было там пару раз нажать на всякие штуки у тебя появлялся код такой да 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 вылезал прикольный код и они сейчас сделали такую тему что типа если ты специально как там тоже поддержишь палец короче то ты можешь увидеть какую-то супер заставку с этим котом и у тебя потом можно поменять дизайн всего приложения он становится такой типа готический я потому что вот это классная история за донат делать ну или там иконку менять иконку да 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 это 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 тоже все в будущем я вообще думал на самом деле про игру и про всякие штуки сейчас есть веб-сторе прикольная игра кстати она по-моему на юнити сделано там ну на каких-то ассетах версус зомби что-то такое в дополненной реальности типа там маленький такой велосиком бегает с пулеметом и стреляет в зомби все это в иаре он трекает стол то есть ты на столе если то это все это соответственно кидает яблочные гранаты еще где-то там нарезали фразы из-за видосов сделали по фану какие-то ребята из украины я с ними связался они говорят слушай ну типа никаких там прав мы ничего не заявляем и как бы еще пацаны давайте вам дам денег или найдем людей просто причешен потому что ну там сделано так хреновая менюшка вот это все сделаем хорошую тему пускай будет прикольно что-то может быть персонажа убирать типа значит я наташа там еще кто-то со своими там я типа медленный но большой много хпс танк короче да 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 наташа быстро и ночи такой и короче почему нет опять же ты тратишь на это деньги ну хочется верить что это прикольно он тебе уж кидают где грязные идеи типа дефолтным шрифтом за донат сделать на миссис комикс почему всем вокруг знаешь какая система короче ты донатишь 15 рублей и вот это гарантирует на что одного человека рандомного поменяется комикс санцы человек и тебе прилетают его комменты за включается микрофон и ты слышишь что он шрифт такое не понял ты понимаешь на андроиде многие по умолчанию ставят вот эти вот италики адские по умолчанию мне просто часто присылают скриншоты я вижу что у человека реально ведь шрифт вот этот знаешь вот такой вот кривой и моя любимая история когда хендрайтинг конечно такой шрифт который похож на да 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 сейф чувак ты чё джокера пересмотрел кучу все время тем временем очень холодной соответственно 100 рублей завтрака 100 рублей за шансы быть услышанным вилсой так ну смотри по поводу продолжение спросили расскажи нам пожалуйста каково это поддержать за руку да слушай ну это это прямо хорошо не мы увидишь она вот вам пожалуйста теория семи рукопожатий то есть через сколько три обычно 3 до 3 рукопожатий через три рукопожатий я знаком с кодзимой кто хочет меня потрогает девчонки пишите но вообще суши на самом деле случайно совершенно получилось мы такие о кодзима на игра мире там проходит день знаешь типа о кодзима уже на игра мире там прикольно и такой а чё бы нам с ним не пообщаться и не взять там интервью и такие да чё бы мы соответственно всю эту тему затеваем и 1 раз и в субботу я с утра такой подорвался поехал к нему в номера да не слушай там на самом деле но он как прямо звезда то есть он вот именно знаешь свита люди там согласование все не очевидно не просто ну все зажрался короче все понятно ну я думаю что если бы так не было он бы наверное отсюда же вот поэтому я думаю что это правильно но круто не суши очень очень круто там на самом деле во всем этом движи и вы наверно тоже видели там переводчик кирилл который с ним вот везде был на всяких мероприятиях очень круто я так понимаю говорит по-японски потому что примут и через то что знаешь нет вот этого лага когда ты поговорил на русском он там перел на японском этот понял и вот это все получалось очень органично быстро поэтому очень классный диалог я тут с удивлением узнал что оказывается кодзима знает английский и умеет на нем разговаривать но никогда ни на каких интервью он не говорит на английском но это японская брик я всегда думал почему ну то есть вот в чем фишка и практически уверен что он знает русский просто знаешь как как тот тот старый анекдот про про эту самую про российскую делегацию на этом самые миды которые знаешь пришли когда ты родился на алтае английский русский немного японский как он тебе вообще там вообще никак он был такое что он такой отвечает тебе типа вообще заученные практически я не могу ты знаешь я не знаю насколько ребята от русской sony были откровенны со мной на искали что это было лучше интервью и он очень радовался типа был супер позитивный они никому ничего не подписывали я к нему притащил два playstation грудь на вот давай подпишу и мы так как то и мы с ним после потом еще чуть-чуть пообщались у него помощница и ну люди с ним они говорили на английском такая одна с белой причем белобрысок вот она соответственно по-английски мы с ним чуть-чуть он как бы самое смешное что я как бы говорил с ней он что-то я отвечал но при этом он реально понимал что говорят по-английски потому что он ну кивал в этот момент не просто значит типа осмысленно и мы еще с ним пообщались то счет очень так позитивненько и он такой на он такое можно я в twitter выложу это когда можно везде там накидал в twitter и в инстаграме мы сказали что он еще смешно написал он написал знаешь one of the biggest все таки что ты же не biggest у нас же другой есть биггисты нет фанов да бегать как бы знаешь но типа гений гениально потроллил такой да ну не на самом деле я так на позитиве очень круто залетела я рад что принципе посмотрели там что-то миллион просмотров накапал с учетом того что для нас это ну не очень все-таки тема профильная да и я как бы рад что народу зашло и видишь но я там подошел к вопросу что многие его представляют типа вот кодзима гений бла-бла-бла на едку блин а наша аудитория наверно все-таки не выкупят в чем прикол и мы немножко подводку сделали кто такой кодзима чем знаменитый когда чем люди немножко понимали кто такой это кстати дело я могу сказать у меня даже мама говорила что она увидела типа слушай через уркан то огромное количество людей такие очок отзима то есть все таки ну никто не понял что конкретно он делает пришел курган то это главная история то есть те люди которые про него слышали ну допустим они услышали но они же не знают про что это знаешь как типа столицу приехал известный там типа художник там типа ваня иванов все-таки кто совсем не знаешь да 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 права не ванного служба вот такой мужичка что меня мама спросила как бы это он типа фильмы сериал делать или что потому что она увидела как бы нарезку из того стране типа это фильм или сериал игру эта игра говорит так как игра чуть но ты же видела типа она говорит нет но там актеры какие-то типа известны и такой да актеры известны но на самом деле конечно реально очень удивительную историю что так много людей это нами для популяризации в целом игры как промо дэс трендинга sony мне кажется отработали очень грамотно не как-то умудрились его и там он в метро был и курган ту зашел игра мир какие-то интервью то есть они из него каша все соки очень выдавили вот в хорошем смысле молодцы но он как будто штук 15 он ущипом да в круг всем вообще там и джек ю какой-то афиши там все знаешь такие ну круто что такие разношерстные и не профильные чуваки подорвались и все как-то что-то решили поговорить меня удивили его ответы на самом деле что он такой дэс трендинг это инди игра и такой так смысле я ее делал типа с такой логикой и вот эти связи которые там сквозь всю игру для когда я ушел из конами у меня типа ничего не было кроме связи и я так понял что для него это еще очень личный проект то есть в принципе не не как он там гейм-дизайнер и все в круг а именно он туда под часть своего какого-то мироощущения в тот момент заложил нашим не смутно ощущением что он сделал свой джорни потому что помнишь был джорни в котором ты тоже типа играешь мультиплеер типа что же связь между игроками вот это все но она такая типа простенькая то есть весь смысл был философии и аудиториальной истории какой-то да мне кажется что он тоже это делает а все ждут там типа metal gear solid и просто синдром поиска всех которые только можно смысл а их там не будет ну мне кажется знаешь условно если до странынг а я думаю что на самом деле игра вообще не для всех я думаю что не мейнстрим продукт который знаешь там ура побежали вот в этом плане странно что sony пиарит именно как мейнстрим продукт вот это реально очень плохо ты знаешь что в кинотеатрах крутят ролики о да ладно серьезно я не шучу нет ну ты знаешь на самом деле для людей которые может быть как сказать далеки от игр у них там будет кнопка ля cinematic мод им короче загрузят 20 часов кат-сцен прикольно идти периодически надо будет кнопочку нажимать и ходить источника . б хрен его знает но вместо игры просто запускается youtube плейлист наш прохождение просто фильмом без комментариев и чаще на миксер подписывают клинзи короче который эксклюзивно играет дэс трендинг на сбоку слышали историю про миксер тут недавно не слышали не такой там много каких-то короче в фортнайте прошел таком массовый фортнайт как бы закончится вторая часть там будет но вот и фортнайте смотрела на ютубе огромное количество людей там что-то там три или четыре миллиона человек смотрела на твиче там чуть поменьше двадцать половина и на миксере 37 это что-то очень смешно но это на самом деле вранье но все равно очень хорошо про миксер для тех кто кстати вообще не понял в чем прикол фортнайте случился игровой ивент который так скажем самый популярный вообще по значимости среди игровых ивентах вообще из когда-либо существовавших то чтобы реально смотрел там несколько миллионов человек в единомоментно на всех серваках где играли люди короче в фортнайт в этот момент там произошел типа там временной разрыв и произошла типа черная дыра и всю игру засосал черную дыру просто черная дыра там все все эта хрень которая была на карте то есть метеорит и прочая ерунда все это короче летала летал там по всей карте и потом этот меня терит грохнулся на эту планету и типа засал ты знаешь на самом деле она на ютубе можно посмотреть ролик как ты выглядела это так клёво сделано ну то есть вот другого богата же с точки зрения вот именно совершаешь ладно если даже мне понравилось то как там дети на она не очень просто в восторге от этого хрени то есть представь сейчас писать в понедельник пришли в школу и давай обсуждать я в этот момент единственным пацаны думаю о том что почему все эти силы не пустили на то чтобы сделать нормальную игру я понимаю нормально просто не для тебя и не для меня а представь фифа вот так закончится валь заканчивается там разрывы связи горит и размером с ветеорит все это короче засасывает там нормально прикольно у них там очередной рекорд короче знаешь это как свое время с колдой было типа колда умри одно и то же копипаста котик зажрался мудак и активизм такая мы продали ахуели арт копии в нас играет миллиард человек а с его примерно то же самое в очередной раз побит анти рекорд по рейтингу на метакритиках там уже для и при этом все равно в игру играют все вообще и там электроник артс отчитывается каких-то там миллионных миллионов голы и вся фигня короче так тем временем не главный ноеври за 80 рублей добрыми суток пацаны вопрос к вале где обновление на home под который добавляет функции хэнд офф ради нее и купил слушай у apple немножко пошло все как обычно потому что в каталине тоже обещали который от вышла на прошлой неделе много всяких ништяков не все довезли в ios 13 тоже не все что обещали запустили и соответственно вот всяких end of и прочие приятности тоже не долетели я так понимаю что раскатят до конца года как тебе каталина к сожалению ничем не отличается от мохаве было просто не на самом деле обидно потому что я уже не помню когда был реально такой мажорный дэйдж ты знаешь силы там все поменялось такого то есть как только они ее сделали на самом деле бесплатный и вот такой простенькой mac os на самом деле но она конечно обновляется много что происходит но как-то без 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 огня исчез на а и семейки ну как мне нам что-то конечно где-то а да 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 вот наверное единственно когда мы ушли от этого опять же скиломорфизм вот этого всяких глянцевости так далее но это было ожидаемо наверное и все такие выдохнули наконец-то они сейчас в каталине убили айтюнс мерзкий который все время начинал прыгать и подключили iphone давай давай что запустить ему короче там все галочки ставишь умри навсегда тварь никогда больше не открывайся и он все равно каждый раз такой iphone вот теперь ты подключаешь iphone ничего не происходит просто идеально не разделили айтюнс на три приложения теперь это тиви подкасты и музыка и вот теперь короче красота а так из интересного но там apple arcade запустился это такой мягкий поэтому честно говоря мало чего интересного в каталине поэтому особо кайфануть не получилось я напоминаю вам что в каталине убили поддержку легоси приложений поэтому если вы пользуетесь чем-то стареньким и надежному классному она у вас больше работ не будет это кстати на это правильно что если разработчик забил на поддержку чё там но есть у тебя нет аналогов потому что это очень нишевое приложение обновляйся на каталину вот вот она не ну кроме шутки я считаю что как бы блин ну чувак я на самом деле тоже свое время страдал из-за того что часть приложений какая-то полетела из-за обновления еще в свое время когда они 64-битную архитектуру активно форсили там тоже что-то вылетало старое стрёмное ну на самом деле это обидно и грустно буквально в первый день потом находится какая-то альтернатива и ты уже особо не страдаешь ну да особенно я думаю грустно будет тем кто пользуется пиратскими всякими про приложениями музыкальными там для видео и прочего блин сейчас на самом деле с приходом подписок так это стало не не так грустно там adobe какой-нибудь знаешь но ты платишь 800 рублей по моему в месяц за пакет но я правда без премьера и я понимаю 800 но если ты профессионал ты как-то в год 8000 на софта должен отбивать на моем понимании профессионалы понимаешь хотят если ты не профессионал для тебя есть пиксельматор и ай-муви и пожалуйста там все то же самое короче знаю фотошоп найдешь способ а то значит я хочу типа фиг знает я просто сильно против вот такого пирата знаешь безответственного я за ответственное пиратство если мне amazon на руси не дают и мне сериал the boys посмотреть негде я его пирачу сорян джима ну да не но просто типа знаешь если мне если я не могу получить доступ к контенту легально то типа чуваки извините я его там колхозить колдырить не буду я пойду к пацанам на как он там за эти резку я могу сказать что вот сейчас же история такая же вот с этим с модерн ворфор например и вот его выпилили из playstation store я я пошел реанимировал свой американский аккаунт короче купил на него перекупив перед этим карточки долларовые короче нормально купил короче в бета поиграл и у меня сейчас там прям таймер стоит там главное типа ну активируешь когда аккаунт типа как на основную консоль и свой обычный аккаунт тоже активируешь как основной все все работает он уже не шлюшка страданий . спиратить но там с учетом даже что amazon проекта работает в россии так то ну все короче придется занести забавайте время заняться божественная русская озвучка там есть очень хороший вопрос я настолько деградирую по вечерам что как бы уже вообще напрягаться не хочется все это короче валют заноси и не знаешь кстати многие реально я уже не первый раз видел людей которые такие хрен с вами я заплачу но мне проще сломанную версию сразу скачать если люди оплачивают условную подписку на там тот же photoshop но качают его где-нибудь на торрентах просто потому что ну сила привычки или там настолько мудовая активацию adobe что проще ключ от олега или там какой-нибудь таблетку скачать и там все работает я ничего не вырезал ничего не перекодированная я так с нетфликсом кстати делаю вот я смотрю его там где мне удобно ну я тебе говорю да потому что на хрен так жить я не хочу как ворачиваться тем временем зомбар занялся на 282 рубля виллс когда соберешь завтра кастовцев снова в своей студии втроем ой надо будет парня я думаю что в декабре еще раз на день рождения зачем приходить чаще да и что с моим айфоном плойка и тд разыграй заебал а все на этой неделе слышь подожди еще так чё так резко вперед таймур занес нам 333 рубля валентин какие ожидания следующего айфона спасибо мужики слушай у меня одно ожидание что наконец-то изменит дизайн то есть они перешли на 3 3 не я думаю что три камеры с нами на ближайшие три года 6 я думаю там идея такая что все привыкли к тому что они обновляют айфон типа раз два года а-ля 4 4s 5 5s 6 6s а по факту вот начиная как раз шестерки у них а цикл изменился на трехгодичные по-хорошему мощно обновляются интерес 3 года и вот мы получили 10 10s 11 это все по сути одно поколение и вот в следующем году уже выйдет новый айфон с новым дизайном со всякими прибамбасами там уже нами 120 герцовый экран и прочее прочее все туда поэтому хочется новый дизайн хочется прям уже свежего свежего айфон 11 pro max он нравится только временем работы реально то есть добавили плюс 5 часов по сравнению с 10s max и маленьком и добавили 4 часа по сравнению с 10s и я так понял что этого мне как раз и не хватало весь прошлый год все время ты вот был в состоянии типа зараза такая час-два не дотянуло теперь он тебе запасом и я вообще прям так кайфую все время у тебя заряженный телефон ты больше не ходишь знаешь как инвалид с проводом как вот с этим с пауэрбанком я согласен абсолютно но при этом кстати я могу сказать что еще из-за того что за рулем ездишь втыкаешь ради карплея там вообще сразу все схватит и в итоге у тебя реально весь день живет телефон вообще спокойно очень круто и кстати я напоминаю вам что по всем слухам новый айфон якобы будет очень похож на текущий вариант айпад про только ну то есть такой же будет квадратники очень тоненький да и с острыми гранями вот но то есть и может быть что голову проломить спокойно вообще но это в back to roots что называется это получается дизайн а-ля iphone 4 5 очень хочется на самом деле прям я думаю это будет прям крутой продукт наши мне честно говоря вот это со времен iphone 6 получается дизайн ну он такой как бы да ну вот не квадратный iphone сильно больше нравился прям сильно больше чё булочки не заходит не ну он окей в целом и ты знаешь ему меня больше всего вымораживают знаешь придурковатые дурачки которые бегают по интернету такие у айфоны такие широкие рамки и ты такой чувак а ты пользовался этими замечательными безрамочными huawei его же невозможно тоже держать им то есть так красиво знаешь как на картинке смотришь на рендер выглядит охеренно но ты когда им пользуешься это невозможно то есть это супер не юзабельно потому что конечно же китайцы не озаботились тем что ты ладонью нажимаешь на кнопки находил знаешь что смешного я на huawei короче печатаю текст вот так свайпом и вот здесь вот находится кнопка удалить я короче свайпом пишу и вот этой частью руки сам же его стираю это очень бесконечный процесс да потому что ты написал и стёр такой блять еще раз это вот это напоминает тебе дальше эти автоматические машинки которые нажимаешь на кнопочку она и закрывает да 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 и ты такой типа окей он у нас оператор взял его поносить он у него выпал из кармана просто вдребодан причину пол ровно на эту грань его там весь вообще расколдырило и ты такой ну вот те далее безрамочный экран и чё и он им пользоваться невозможно у тебя контент и когда смотришь видос это все заплывает туда на грани соответственно у тебя получается ну контент весь какой-то странно перекореженный не кайфово более того сейчас вышел мэй 30 так они сделали там экран водопад вся фигня народ взвыл сказал что этим дерьмом пользоваться невозможно еще не сделали эти дали возможность софтово отключить нахрен эти части экрана а нахрена не нужно очень красиво показываешь такой смотрите какой у меня классный экран у iphone такого нет эти такой ну и хрен с ним плюс то понимаешь большинство засовывают этот самый iphone в огромный любой телефон в огромный чехол и там соответственно чехлом закрывают не то что рамки вообще пол экрана типа чуваки алё поэтому я вот с этого больше всего меня зашка мало чего горит но с таких приколов и такой люди вы попользуйтесь сначала потом начинаете рассказывать чё где куда потому что ну очевидно это говорят те кто никогда в жизни iphone в руках не держал соответственно только лучший смартфон galaxy fold которая просто пытаешься понять как к тебе его использовать и никак не может galaxy fold я могу сказать что классный на самом деле я тут встану на защиту корейских технологий не не фолд который первый или который починенный да без разницы на самом деле почти так же ломается на самом деле абсолютно бестолковый девайс с точки зрения обычного пользователя но очень крутой гаджет для пионеров технологии кому просто не западло угореть почему-то нестандартно то есть это абсолютно никогда в жизни не будет в таком виде пользоваться популярностью но это очень круто знаешь типа что что-то нестандартно мы тут обсуждали в прошлом подкасте что были похожие решения у nokia знаешь когда ты берешь делаешь телефон в виде не знаю там восьмерки и тетрайдера да 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 квадратная смс надо набирать крутя колесико это полная знаешь такая штучка но это же прикольно слушай ну ты все во времена когда все делают это однотипное дерьмо и единственное отличие есть челка или нет челки чуваки приходят говорит смотри как умеет и мы кстати купили его смотри на дырку вверху в экране он кстати начал продаваться официально в европе мы купили его за 200 тысяч рублей потому что они короче дорогие да и мы хотим завтра его разбить на на ютубе есть чуваки его царапали никто не мутил поэтому надо пленочку с него аккуратно стереть и сказать что как бы должен понимать вот ты как бы купил galaxy fall так потратил на него там сто шестьдесят тысяч он официально у нас будет стоить в рознице и уронил чё случится вот узнаешь но кстати достаточно крепкий я думаю там там вот этот экран он же пластиковый по сути и разбить то его вообще практически нереально его может только его в метро уронить знаешь там с верхнего эскалатора чтобы он тук 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 по ступенькам вниз да 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 и он такой это был бы идеальный вариант не но на самом деле а фишка в том что никто даже не понимает то есть если у тебя новый айфон в руках то люди плюс-минус там день в общественном транспорте в магазине три камеры понятная херня ну кстати не факт потому что я тут недавно видел ролик где чувак на 3d принтере покупает распечатанные три камеры просто лепит ее себе на старый телефон идеально я хочу я думаю же на алиэкспрессе есть 8000 магазинов которые продают эту хрень и я думаю что это топовый абсолютно аксессуар причем очень сильно ничего не теряешь пацаны я хотел вас направить на путь истинный поговорить про китай погоди секундочку прежде чем ты продолжишь вася из сызрани за местом 101 рубль у меня есть сток а чё купить macbook air ipad часы homepod или mac цены хорошего стрима валя жду новый подкаст macbook конечно macbook вообще ванла а потому что он не позволит слушай новый macbook по слухам будет в следующем году если вот десятое поколение ждут они интеловских процессоров и и и и чё я хотел сказать 16 дюймовый вроде как не успевают доделать поэтому вообще тут этот мин чекуя подлец чекуя он сообщил что тип не будет октябрьской преды вот мы тут все пребываем в неком печальном настроении потому что как-то блин потому что айпэд получит три камеры ну типа такое макбука не будет помог про но есть только объявить старт дату старта продаж airpods 3 и какой тут этот тег который все ждали но походу тоже может быть они это все отложат и в итоге event аля знаешь не настолько зубодробильные чтобы что-то там собирать людей и возможно как в апреле они просто возьмут и в несколько дней вот так на сайте выложит она понятно что я хотел вам вот что сказать помните небезызвестного энди рубином того самого который создатель андроида и создатели компании essential который эти как все так журналисты говорили но это же просто короче она не взлетела а потом еще выяснилось что он там насилует женщин это все буквально вышел из суда и достал знаешь такой смотрите чем есть такая длинная штука очень удобно да 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 короче он же реально показал смартфон тоже опять же от компании essential и не просто показал длинный смартфон причем когда мы говорим длинный мы не шутим он реально длинный это смартфон который размером чуть-чуть подлиннее чем iphone там 10s max там или 11 pro max и при этом он не такой широкий он в два раза уже то есть это палка поэтому вопрос о том что это твой телефон или ты рад меня так видеть будет еще более теперь так скажем существеннее а он же на андроиде да надо дополнитель дополнены версии андроида специально адаптированы он похож на нас с оболочник конечно он похож на пульт от телевизора samsung у меня такой был кстати вполне можно наверное его юзать как пульт потому что ставишь там android приложение и так но я не понял пацаны вы считаете это вообще водка бы жизнеспособная идея вообще вот такой я считаю что это абсолютно нет если первый их телефон еще пытался то сейчас что-то не от энди рубина проблема в том что может быть она бы и взлетела если бы ты какой-то там крупный вендор сделать условно самсунга да это просто как бы новый формат ради но мата он решает никакую проблему ну то есть он бы пришел сказал чуваки короче нет он решает одну единственную проблему вопрос денежного финансирования эндрю рубин он решает и удобно обсудить с ним так ладно хорошо пацаны короче я правильно понимаю что он же ну и его же то чего он делать в основном под голосовой набор вот это все потому что набирать там типа такой маленькой фигнюшки типа ну не очень удобно скорее всего хотя я вам кстати напоминаю что буквально пять минут назад мы говорили о том что как классно что есть samsung который экспериментирует и делает необычные устройства хоть кто не 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 слушай это точно это абсолютно пускай будет не хай может можно кто-то посмотрит на это скажет блин и придумать что-то еще но как бы это супер нишевая история которая если бы не энди рубин условно если бы знаешь какой-нибудь китай очередной там непонятный выложил подобную хрень все бы поржали мы буквально сегодня распаковывали смартфон паун который ну супер маленький он похож на зажигалку зипа короче по габаритам в три раза меньше чем он смартфонами это смартфон на андроиде причем достаточно мощный в нем на нем можно все что угодно делать там хороший динамик там прям хороший экран он прям супер пиздрючный он стоит 30 тысяч у него батарейка 700 миллиампер знаешь как бы на этом все умирает и он как 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 приколюха классный но хватает на три часа ну типа down за что он за два часа разрядился и так что вы понимали это объем батарейки полтора раза меньше чем у dualshock а4 только сил играть и тут все кончится поэтому они как бы не от хорошей жизни все это происходит очевидно что они пытаются как привлечь внимание и они его привлекают и они молодцы правильно делают но это вот дальше этого мне кажется не взлетит то есть он каких-то инвесторов просто развел на эту палку-копалку ну короче я чувствую что это реально будет развод инвесторов и его сейфбет чтобы в тюрьме остаться не без телефона я что-то знаю когда уже пора в тюрьму это чувак такой с другой стороны не делает айфон в виде бутылки как говорится русь сидящая возможно у нас это будет пользоваться большим спросом и и глине там огромное количество аудитории да кстати по поводу сидящих чуваков о том что как вы знаете в китае много людей сидит вот и тут вот секундочку фанат обнаженной фанатки занес на 100 рублей вопрос бобуку почему вас называют валентином я с бобуку пересекся в аэропорту как-то в очереди что очень смеялся по этому поводу быть реально меня очень часто путают я такой хрен знает чувак но наверное это нам с тобой обоим комплимент как-то так но бобуку ван лав конечно молодец менталист занес на 1 евро валя прорекламирую наш любимый завтра касс ю тубе именно от тебя о них узнал из надписи на футболке тимур не стыдно такие донаты да да ми худи помнишь я где-то из юзал и вот мерч работающий это же все мы тебя мы тебе заказали на самом деле еще еще один мир я тебе его занесу через пару недель все не зря короче пацаны по поводу китая и вообще брендирование всех этих вещей напоминаю вам помните история была о том что как blizzard фраер сдал назад вот когда чувак который играл hard stone вы выиграв чемпионат огромную сумму денег взял и использовал свой шанс чтобы найти когда-то мама надо поблагодарить это все он сказал не так не так я передаю привет маме бабушки киноакадемии и свободу гонконгу причем ведущие же тоже как бы его поддержали и сказали да да свободу гонконгу ну примерно как бы я утрирую смысл они там что-то сказали чувак повторить по-китайски тебя там не поняли и прикол в том что как бы чувака же лишили призовых денег за забанили его вообще во всех возможных матчах и blizzard вырезал это все из трансляции и в общем то в этот момент началась безумная травля blizzard а не только blizzard ты знаешь это породило такой адский шит-сторм в интернетах что честно сказать я не очень понимаю откуда такая внезапно проснувшиеся ненависть к как бы где нет не даже не то что к деньгам а к тоталитаризму ну то есть до этого же всех все устраивало это знаешь это еще не затянувшиеся раны дьяволом а это знаешь была картинка в интернете где вот этот чувак который спрашивал про дьявол и мортал он стоит в красной футболке чувак который спрашивал у них по моему про аддонку в фаркрафту тоже такой довольно каверзный вопрос был тоже в красной футболке и написано blizzard боится только чуваков красных футболках и рядом картинка свиньи пухом короче в чем же прикол что тут важный момент с обществом что внезапно все такие начали рыть историю и вспоминать что оказывается не только blizzard прогнулся оказывается и apple и mercedes и широтон можно можно и зачитаю вот небольшой неполный так сказать список того кто кто да прогнулся под китай и так ну blizzard понятно apple как ни странно удалили эмодзи флага тайвань все где для китая еще приложи приложить приложение для жителей гонконга да и приложение карты протестов из appstore тоже удалили то есть там показывали видимо где где стоят полицейские вот их короче удалили это приложение nba ну nba и понятный скандал упрекнули менеджера баскетбольного клуба рокет за его твит в поддержку протестов но переобулись и поддержали свободу слова за то что трансляции nba были забанены в китае дисней запретили обсуждать политику китая paramount зацензурули флаг тайваня на куртке тома круза в сиквеле топ-гана дисней он же марвел тибетского монаха в докторе стрэнджи сделали бабой отели мариот изменили себя на сайте тайвань на taiwan.kita после недельной блокировки сайтов уволили сотрудника за лайкнутый твит про независимости бета google выпилили из play market игру о протестах в гонконге mercedes извинились за цитату далай-ламы в инстаграме которая могла как-нибудь ранить чувства жителей китая зара еще не ранила но могла зара извинились за указания тайвань как отдельной страны у себя на сайте самый смешной момент потому что это список странного просто на копипастит все друг у друга да да там есть как бы чувак который вообще даже в душе не представляет чё где куда и тик ток удаляют видео вспоминанием события на тибетской площади тени мэйни на зависимости тибета такие вот истории но есть еще много на самом деле знаешь как это называется любой большой бизнес который не хочет потерять китай как рынок рынок да и соответственно моментально такие по любому поводу не с близарда мне кажется чувак ну я тоже на стороне близарда мне кажется они как-то тоже кипишнули слишком активно но чувак тоже повелся некультурно то есть 10 как бы все хорошие чувак брякнул и я никому еще рьяно и самое забавное что история история закончилась очень интересным образом дело в том что чувак бы после того как близард объявила в своем официальном заявлении что типа чуваки и вот такая фигня произошла но мы в общем так как бы вне политики и он на самом деле нарушил регламент но так и быть моим призовые вернем так и бы и всего лишь на полгода забавить да и давайте не догадывал перед этим он явил что больше не будет играть просто вообще никогда после этого этот чувак он извинился там бизайн сказал я сожалею о том что я сделал ну там еще сотрудники близарда пошли как бы активные трации зонтиками иначе но мне кажется это ну как сказать поучительная история для всех то есть все поняли что как как себя все-таки надо вести культурно ну вот но то что видишь как все моментально всем плевать на гонконг на все эти протесты уверен особенно в европе америки но народ возбудился просто типа корпорация зла обидела пацана отобрали деньги нет я думаю что ты знаешь это просто очень удобная форма протеста но то есть ты как бы не едешь в гонконг там выбрать за кита отменяешь подписку ты такой да то есть свечечку фейсбуке поставил там forts and prayers с собой типа я там да удалил подписку на овервотч я с тобой гонконг а лучше нет а лучше знаешь продлил подписку и бегаешь к чат говоришь какие близор козлы кстати почему такой варианта не по не происходил я скажу еще видишь это легло на близкон который типа вот-вот скоро и они я думаю как бы качестве кайфанули со всей этой истории сегодня на случай не читал историю что чуваки вы знаете на самом деле все забыли да реально устарелы весь шит-сторм в интернетах дольше недели нет лица так и так и работает то есть через него когда все сейчас уже кто-то еще зашкварился типа забейте до следующий до следующего там опсера того же там не знаю epic store какого-нибудь который тоже финансируется китайцами если что все про это забудут сейчас запустится близкон покажет вам ремастер третьего варкрафта да покажут вам я не знаю где было четыре условия мобильный старкрафт да еще что все будут рады это кстати смешную историю читал на дтф недавно тут же расковыряли закрытую бету вот этого ремастера варкрафта вытащили оттуда все модельки и прочее прочее говорят нам даже русскую озвучку нашли да там все нашли но и история в том что там картинки выложили на дтф и там картинка сильваны ветрокрыла это эльфийка которая ну как бы важный персонаж да для варкрафт скажем так если кто не с курси ну и и чувак пишет какой-то в комментариях похоже на триксу из доты понимали то есть как бы дота сделано на движке изначально варкрафта где эту модельку просто взяли но это к вопросу о том как молодое поколение воспринимается целом классику и чо кто у кого украл к сожалению без варианта слушай ну я поеду на близкон в этом году я вот до этого два года ездил и чё-то все как-то было мимо потому что ну ничего толкового не анонсировали я такой я вот такой думаю ну блин третий раз поеду если в третий раз тоже ничего классного не залетит тогда но у меня стандартный значит анахайм потом мерч всякий классный близер довский и там дальше по лос-анджелесу кататься но это очень хороший такой три мне кажется что все ждут на самом деле потому что на эту же огромное же количество слухов был что на новые консоли ну и соответственно пока естественно анонсирует вторую watch какой-то момент а на хрена честно 2 веру очень совсем не хочется но мне кажется что веру очень не так давно вышел и не исчерпал еще себя с точки зрения обновлений плюс там такой стилизации графом что понимаешь это как borderlands условно ну типа это к игра сервис который можно доить и доить дальше и как бы вторая третья часть мне кажется не так нужно ну то есть особенно когда якобы говорят что типа все таки вторую часть делать они там якобы будет коп и ну не то что сильно типа но типа чуть-чуть сюжета там будет то есть это будет не просто мультиплеер там месилого как сейчас надо как типов destiny 2 они все время ой сейчас я пацаны завезем сюжетку но я бы здесь честно подождал плюс говорят же что якобы diablo 4 вроде год все таки должен вот да вот на самом деле причем значит хотелось бы чтобы это не анонсировали типа мы работаем как со скайримом но новым elder scrolls типа пацаны будет и все таки вот он вот вам логотип из облаков то есть хочется чтобы все-таки они сказали вот так всяк вот так вот он геймплейный трейлер на 8 минут вот тогда будет и главное чтобы на свече сразу вышли и в конце снимать их просто показать и в конце дата выхода 2025 но это тоже на самом деле вот как они этот иммортал анонсировали это прям знаешь в учебнике как не надо делать реально они же могли сказать пацаны мы работаем на diablo 4 а пока чтобы вам было не скучно ждать вот вам мобильная гринилка от китайцев и насрать на китайцев главное что работаете над diablo 4 а тут они вышли такие у нас стра-та-та вот вам донатное говно и все-таки я в этом плане напоминаю что активижен та же самая по сути компании идеально сделала абсолютно в этом плане с call of duty они же говорят modern warfare типа вообще нереально круто и причем все кто поиграли бы тоже вообще в дичайшем шоке того насколько она крутая он и говорят а вот вам call of duty онлайн еще типа китайская гринделма и шаги я выросла байл короче играю вот последнюю неделю вообще идеальная игра это занят уже тысяч 40 на я скины покупаю а там скаунгар я просто вообще не смотрю ну там типа знаешь как это обычно бывает скины для бойца скины для оружия скины для скинов золотой а к 47 уже есть да конечно не ну там нет золотом черное золотое в смысле в игре например есть празднование победы когда чувак фотографируется типа селфи делать это типа супер редкая хрень и вот я реально потратил 7000 рублей чтобы достать эту срань из кейса побеждаю школьников и ботов я короче на самом деле количество бомблей не было раза в десять больше ну да да я не понимаю а у меня еще супер донатный скин короче прикинь супер донатный автомат и супер донатное празднование просто как донатер сотов уровня там бегают и но при этом при этом они правильно сделали они прямо как фортнайте тебе продают кучу скинов но это вообще никак не влияет на сам геймплей то есть там pay to win не работает ты не можешь купить типа супер мега винтовку и всех нагибать но от это уже отказались практически везде да 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 ну просто было а знаешь ощущение что могут как бы вот по злому зайти не молодцы прям там нет вот этих всех фритуплейных говновещей что там типа у тебя какая-то сила ты там значит вот подожди заплати ты по моему там можешь купить себе пак в котором у тебя может попасться коробочка для улучшения экспы оружия который тебе дает возможность получить новые навесы для этого оружия да 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 ну ты можешь его получить просто играя в игру да 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 больше времени вот и все все точно да то есть и то же самое можешь вкачать типа за 10 раундов а можешь купить экспы и вкачать сразу кстати забавная история с ботами потому что они там вот чередуют историю с ботами и настоящими игроками это очень забавно смотрится в королевской битве например потому что боты они просто идут на тебя вперед и стреляют то есть просто идут на тебя прям вот в лоб а игроки от тебя съебывают если ты видишь что кто-то убегает это настоящий игрок кстати круто что я battle royale даже не запускал вообще не представляю что там я бегаю знаешь по старым добром нюктаун там как добрые времена старый о том что там по половину людей если тебя типа долго не находятся то очень быстро тебе накидывают ботов в лобе и ты играешь ты знаешь они на самом деле это в самом начале в первые раунды ты вообще 100 процентов играешь с ботами всех нагибаешь это как бы тебя затягивает потому что такой классный всех убиваешь а сейчас я там уже вкачал себе элиту всякие там большие уровни и не там прям и и там сразу четко видно когда ботов уже нет то есть там прям жестко там я еще прочитал ты понимаешь там есть какой-то специальный вариант держать геймпад типа как клешней даже так и называется и типа если ты хочешь на высоких уровнях нагибать то ты должен вот так вот потому что сейчас геймпады они выключили я когда геймпады геймпады выключили но знаешь что работает вот эти держалки присоски да вот эти вот штуки да ну а их как бы никак ты не уберешь и не я когда общался с разрабами на и 3 потому что я залетел на этот в активижн на посмотреть call of duty большую и знаешь на выходе там типа за углом такие это тебе пацан хочешь и мобильные колды я такой ааа пиджак такой открывает смотри сколько у меня есть да да и я такой залетаю там типа стол и там очень такие тоже знаешь воодушевленный ребят у нас нормальная колда типа не говно и такой ну давай сыграл раунд лучшая игра вообще реально у меня с е3 осталось просто самое приятное впечатление но они тебе потому что еще нюктаун дают и ты такой вот оно да и там были геймпады и я их еще отдельно спросил я говорю будут геймпады они говорят да да все будет короче как тебе больше нравится так играй но видимо это такой адский дисбаланс вносит что они такие и надо как-то видимо чуваков с геймпадами мачить чувак на чуваков с геймпадами иначе это просто разрыв с точки зрения при этом я так понимаю что с геймпадами пока что играет очень маленький процент людей а вообще отключили их очень легко заметить на самом деле знаешь как большинство людей не прыгает в call of duty там отдельная кнопочка если которые ложатся прыгают все сразу если бежит чувак прыгать ложится все что-то делает ты сразу понимаешь что он играет ну вот не на геймпаде вот на вот этих вот что это лепится на сенсорный экран телефона видно ну слушай так можно же и пальцами также нажимать но это уже не она всегда есть такой чувак который тебя очень сильно напрягает блин надо короче вернуться поиграть то что до 3 4 было дошел у меня все еще года короче и не не потом нам хорошо я правда вот последняя причем когда за что уже бегаешь как бы на на жире там же это типа если очень сильно доминируешь тебе дают этот ядерный взрыв там ты такой прям классно и там еще знаешь это там же сейчас еще как понять люди там начинают в чат орать то есть когда ты с ботами играешь тишь благодать все хорошо а тут значит врубают какую-то муть как я помню собственно в колде и было знаешь какой долвоем сидит и вот эта вся хреньте сыпется кстати андрей антонов занес нам 300 рублей то если что владелец музея apple москве говорит валя ноут 7 пока не сгорел точно кстати пользу бы работа суши круто но кстати мы пытались же его сжечь не смогли потому что там видимо если брак то он горел как бы сам по себе а если к сожалению брака нет тогда и нажечь было невозможно там пережимался контроллер управления короче и в итоге типа на батарею подавал слишком большое напряжение они очень заморочились да там с батареи там было вот эти грани они короче как вставили неудачно дима какой-то момент что не все на заводе корректно вставлялись ну да 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 кстати вы раз уж мы говорили про китай последний штук не главное на и врезание 100 рублей первый вопрос почему подумал что это бухлокаст это не исключено никто не бухает да и второй вопрос у вербочи есть подписка я на самом деле я на самом деле имел ввиду не подписку а вот этот как это аккаунт когда люди отказываются не отказываются своего аккаунта потому что не хотят поддерживать китайское правительство удалить поводу китайского правительства очень крутая штука тут произошла в общем то тут журналисты нашли что в китае есть очень активно промоутируемое государственное приложение эти типа наших госуслуг только это не госуслуги это приложение которое чтобы вы понимали это государственный путеводитель по жизни а ци цзиньпиня который очень много аллюзий берет из официальной книжки мао цзэдуна типа как как правильно жить вот просветленному китайскому там типа вот члену партии и выяснилось что это приложение на андроиде установлено более чем 50 миллионов человек и она просит у всех людей как бы в обязательном порядке возможность эти как это назвать разрешение для супер юзера и она имеет доступ вообще ко всему то есть там камера диктофон микрофон там типа в чё ты читаешь как бы она может посмотреть все твои контакты посмотреть твой смс она не просто может она именно конкретно это и делает и есть некая знаешь вот как это назвать ирония в том что государственно-пропагандистское приложение следить за тобой подумать ироническая такая история но это реально очень очень забавно я просто в эти моменты вспоминаю когда на эти мне там берут и в твиттере пишут люди типа что ой вот там люди на айфоне не могут там звонки настроить ой там долбоеба вот и все я на своем андроиде могу все настроить я говорю бля чувак ты понимаешь что это ради какого-то там непонятной своей истории со звонками пытаешься всех посадить на супер дырявые там андроид я тебе прежде чем ты углубился в эту историю могу сказать что это приложение есть и на айфонах на айфоне она не может тебя читать эсэмэски на кто его знает например там в фоне например твой микрофон слушать в китайском story может китайском она вообще предустановлено местным связном предустановленным приложением причем знаешь это как раньше было у нас в каком-нибудь связном выдает тебе apple айди уже с паролем смотришь и мэл у тебя гражданин номер 3827 ты такой у вас еще блочит телефон значит приходит сообщение типа если хочешь разбан то платите на киви кошелек или просто в участок приходите или на собрание партии в 10 у меня кстати сын тут не сын дочь у меня что-то и сын в такси забыл фон и таксист как же вы звали то ярик янурик короче какой-то такой во-первых ждал он потом сказал я типа ждал два часа на адресе думал что вы типа похватитесь и заберете а потом уехал и когда на следующий день обнаружили что телефона нет ему позвонили он ответил телефон был он где-то я его всю ночь заряжал и он приехал отдал то есть такой прям супер вообще молодец ну а второй раз у меня дочка на площадке забыла тоже айфон так прикинь его дети отнесли в полицию и соответственно в полиции его вернули это клубу что-то две истории одна лучше другой это как-то все еще и так в один в одну неделю у меня в этом плане была более херовая история ты может читал о том как у меня спиздили телефон вытащили сим-карту взломали вообще все что было возможно через двуфакторную аутентификацию кстати да возродят по телефону бам-бам причем сам поэтому кстати вот да надо банить еще и сим-карту многие кстати об этом не задумываются потерял телефон типа заблочил телефон не в первую очередь банить сим-карту телефон да и самое главное что не забудьте что можно поставить пин-код но мы говорили что есть очень большая сложность она связана с тем что доподлинному точно нам что в мегафоне в мтс вы просто звоните с рандомного номера рандомный человек называйте имя фамилии отчество или номер телефона вам говорят пук-код и вы снимаете пин-код все безопасность не слышали просто но к сожалению да но ты понимаешь это уже к целенаправленно то есть это не рандомный чувак на улице кто это когда вот уже более детально тут тут опасность всегда есть ну вот короче мне непонятно у меня взяли телефон потому что знаешь что мой и ну да да и погнали поэтому да то что давайте хороших новостях дело в том что тут в интернете все шутят где вы помните было в 90-х годах но вы может быть не помните на сша было очень популярно когда говорили попираться в музыкальные люди говорили о том что в рекламе там было знаете как типа you can't download the car ну ты типа не можешь украсить типа машину ну и и по сути скачал и все теперь такие ну что как там ваш you can't download the car и вот короче мужик реально скачал 3d модель и огромное количество вообще там моделей ну этих чертежей 3d для деталек короче и взял шасси и мотор от корвета и навесил на него полностью распечатанную ламборгини причем самое смешное что он это сделал по просьбе сына он в интервью какого-то телеканала говорит о том что как он спрашивает как вам эта идея вообще пришла в голову он говорит мы сидели играли в xbox сына и идем сына там что-то лет 10 или 11 и сын гонял на ламборджини как он галар как он называется ну короче интерсектор называется в форзе короче да но короче форзе гонял на этой машине папа папа мы можем себе позволить такую машину а его отец инженер какой-то там технической компании почему нет сынок пойдем соберу я тебе в гараже hold my beer такой погнали собирает он ее уже год выкладывает 20 долларов потратил уже выкладывает на своем ютубе как он ее собирает и вот я посмотрел историю она конечно похожа но видно что это колхоз выглядит прямо очень хорошо причем там знаешь самое смешное что у нее нет фар у нее нет задних фонарей не закончена фары оригинальные на lamborghini стоит еще 20 тысяч сверху и чувак очень сильно пожалеет я не удивлюсь если она ему в итоге встанет дороже чем купить просто машину что нету не главная вещь вообще сам процесс приколюха вообще на самом деле слушай сейчас надо просто чуваки которые сидят значит не 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 lamborghini пиарщики им нужно сейчас просто пока горячо подрываться дарить ему реальную а вообще респект эту забирать и не знаю доделывать да ничего просто вот крутая новость такая супер позитивная за три копейки ты получишь плюс сток репутации так объясните же она сзади под фарами у него кулер из системного блока пока там есть взять и видосик сейчас я попробую вам найти где он показывает как машины выглядят без вот этих обвесов которые распечатаны на 3d принтере я могу я могу сказать что там просто вот-вот металлический короб такой с четырьмя колесами руль и не американские машины они все примерно так и выглядят то есть там неплохой экстерьера внутри вот вентилятор от пика типа а чё а тара ночью нет они вообще не парятся мне в этом плане импонирует американский подход знаешь такой типа скрипит салон типа нашли едет и стоит всего 30 долларов и стоит 30 что хотел за 30 тысяч долларов чувак 500 лошадей чувак да хочешь дорого-богатый диван бы ты знаешь мне историю напоминает о том как джон кармак купил пи впервые себе ferrari не слышал эту историю кармак это программист который создал и он всю жизнь хотел спортивную тачку то есть прям вот по хотелось прям до безумия но и он пошел салон ну ему показывает такой того как это у американцы приняты знаешь там типа вводит его вокруг всех тачек игре но оказывайся ты хочешь человека хорошую машину хочешь я вижу водили его водили короче подошел он к ferrari который он очень сильно хотел но и чувак ему говорит но знаешь вот если ты будешь стоять на светофоре и другой чувак подъедет и будет газовать и ты так ну типа поиграть с тобой в гонке чтобы час сейчас ты его обгонишь или там не обгонишь не участвуй почему ну как тебе сказать это не такие быстрые машины как ты думаешь возможно он поставил компрессор на свое ведро да и просто тебя и короче в итоге вот тачку он все-таки купил но вот эту историю его задело но и он поехал в гараж там к своим друзьям каким-то знакомым и они переделывали эту машину они накрутили на нее по моему по моему с двух я не помню какое количество да по моему вы вы из 800 лошадей если ничего не путаю то есть просто пиздец и карта да да ему пришлось в корпусе дырки сверлить для для это и вот эта вся история привела его к тому что он решил заняться аэрокосмическими исследованиями у него же была компания которая занималась тем что делала не получилось да он не продал там за сколько-то миллионов долларов как у них это приняли нет нет он не продал он рассказывал о том что она кому-то подарил а тот чувак увез в другой штат а в другом штате на ней кататься нельзя потому что она нарушает там лимит то ли по количеству лошадей то ли еще что-то вот так в общем-то его ferrari и пропало по сути сейчас бы ее добыть конечно знаешь как артефакты поставить гараж валя расскажи ты же там в итоге свой паршета зеленый доделал да да но он был он же был сначала черным потом серебряным потом серым уже зеленым закончил практически но это тоже значит это невозможный процесс смысле его нельзя завершить потому что когда я сидел уже с пониманием что вообще все готово ездить и радоваться я понял что надо поменять бампер срочно а бампер зараза стоит еще как бы овер до хрена потому что китайцы ну сейчас популярным часто на машины ставят китайские реплики либо знаешь аля не видно на такие машины китайцы не делают реплики и соответственно это надо заказывать там в штутгарте и там это адский геморрой потому что машина старая и уже там ну они не держат такие запчасти вот это все сейчас приехала сейчас будут ставить но надеюсь что вот после этого я практически закончил но я езжу сейчас очень нравится потому что на самом деле там от оригинальной машины практически ничего не осталось там поменяли экстерьер интерьер вообще перешили весь наглухо это был самый такой лютый проект представляешь весь салон просто перешит полностью то есть она была бежевая внутри стала черный нет конечно не делали скидон эти могу сказать что вложил я в нее просто не культурное количество денег я мог себе пить уже два раза новую машину но там же ведь речь шла не про то чтобы сэкономить или еще что-то в принципе а и даже восстанавливать не было смысла потому что она мне стоила три миллиона и ремонт еще три миллиона но то есть условно то есть ее не было смысла ремонтировать и был смысл сдать на запчасти выручить там миллионы забыть за 4 купить такую же за 4 купить лучше потому что как бы ты можешь купить поновее а сколько я еще туда вбухал на всякие тюнинг и перешивы так далее но я ее восстановил чисто для себя значит машина которая скорее всего отъедет куда-нибудь в гараж я ее оставлю и вот она будет стоять как символ знаю чего но но при этом это адски быстрая тачка в ней сейчас 600 сил она едет три с половиной до сотни и это прям лютый аппарат потому что потому что что потому что там стричь 2 там много чего сделано я думаю что из-за того что такой цвет теперь тебя вообще все все поля миллиард фотографий в день вообще все поля да все соответственно мне бибикают и все и как сразу видно ну ты знаешь даже идешь вот на парковке стоят у нас серо-черные машины в основном и тут бабац такой зеленый причем она адски зеленая она еще там два слоя наклеена пленка она глянцевая сверху накрыта матовой и она очень сильно отличается по цвету и все фигни в зависимости от угла то есть так смотришь матовая так глянцевая так у нее еще сатин фигачит и она становится такой зелено-темный очень круто сделано и хорошо народ да и там кастомные диски ребята мне делали на заказ заказ они легкие прикольные гномы ковали там теперь центральная гайка это знаешь когда у тебя не 5 гаечек на колесе а такая как на формуле 1 одна здоровая потому что она не просто так ставится там меняется половина вот всех и удерживающих фигу фиговин ну и так далее и так далее то есть в целом абсолютно нерациональный проект там никакого смысла не было но ты знаешь я понял что в этом есть определенные кайфы когда ты в процессе и ожидает что вот-вот она будет готова это даже прикольнее чем когда она уже сделана ну типа сделаны сделано но я покатался на не быстро прикольно классно было когда вот именно в процессе поэтому я такой надо бампер поставить ну все теперь тебе надо купить тайкан короче и его тоже как-нибудь затюнить слушай тайкан вот без души я честно говоря покатался же на электромобилях а тут и как-то понял что я не хочу все как-то мне его прочь от типа он и ты же техно блогер купи себе теслу а мне что-то реально как не маркиз бара суши мне не нравится тесла вообще она реально тачка абсолютно без души это вот знаешь может быть ты ощущаешь к на светофоре вот эта система старт-стоп тебе как бы глушит машину она реально как умирает за момент меня дико раздражает подожди подожди а ты играл в капхэд хоть раз да вот в тесле ты можешь это делать не знаешь как как гаджет как вот эти все приколюхи очень нравится я даже знаешь к чему пришел я хочу купить теслу на студию ну как как знаешь типа корпоративную машину пускай она стоит во дворе заряжается и вам чисто по на ней там гонять по москве но вот как машину себе то есть ну как бы захочется это не значит что она должна знаешь там пердеть орать и чтоб там бензином воняло но вот вот ну нет в ней какого-то знаешь вот все таки вот это сложно наверное я не знаю причем я мне до последнего казалось что я буду первым кто теслу ну типа как только знаешь накоплю денег поскакал а я вот покатался и понял что вообще никакого не предлагают надо не купить а распечатать распечатать да мы сейчас строим электрический москвич мы же купили в деревне 407 москвич старый сейчас будем делать с него электрокар серьезно же по моему же криосан это делали нет они тоже по моему сейчас запорожцы кто только что не делал на самом деле чтобы ты понимал криосанта сделать наши из этих из пальчиков батареек аккумуляторных прикрутит их изолентой что им такой и поедет чернобыль цыган встает как громад вот такой у него долбит молнии он заряжает машину и сразу 88 миль в час тимур не следит за кумирами там давно не показывают цыгана ты че не на самом деле электрические машинки такие делали много кто ну не знаешь что мы не можем еще раз сделать у нас там своя идеология свои приколы это старый москвич такой прям электрический электрический гольфа мы тоже мы с яндексом строим соответственно он будет с алисой интегрированный ты сможешь управлять машиной голоса такие приколюхи да и значит это тоже бесконечный процесс потому что мы добыли старый бмв x5 сейчас будем его там что-то покорчевать потом я хочу уазик сейчас уазик вышел патриот на на автомате и и и в нем есть приложение прикинь ты можешь со смартфона управлять машиной я такой стоп это у вас патриот у которого есть да вот этот модуль и ты можешь соответственно всякие там включать фишки смотреть и так далее этого я хочу эту хрень потестить служила пишут хорошо в чате запорожь удобно делать электрический легкий бодрый если батарейкой сядет удобная дырка в полу чтобы как фринстон на самом деле мы хотели запороже сделать но его какие-то украинские ребята осилили митки блин ну надо что-то другое этот вопрос к тебе специфический чисто под тебя мою как раз эту тему затронули самом начале подкаста тут довольно интересная история случилось тем что есть на андроиде приложение разрезы new pipe вот и она позволяет на андроиде смотреть youtube без рекламы и google начал блокировать аккаунты людей которые пользуются этим приложением то есть не то чтобы типа там какие-то наши аккаунты разработали ну да 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 то есть ты под своим аккаунтом залогинился в этом приложении и зыришь типа видосы и тебе блокирует твой youtube аккаунт вот и тут вопрос в том что из этого явно возникает некий скандал потому что внезапно все начинают понимать что на андроиде google все-таки следить за тобой что-то дело но они очевидно понимают куда-то залогинился как должен знаешь как это цифровая безопасность ты не должен свой аккаунт тыкать куда куда не попадет должен понимать какие последствия тебя ждут но всего лишь использовал там приложение почему они тебя банят такого суши но я уверен что ты нарушил какое-то их соглашение которое ты принимал на старте это же как бы у них там это очень проще выжить на 48 странице внизу маленькими буквами со звездочкой да 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 даже не надо логиниться через google аккаунт во всякие сомнительные приложения на самом деле это гадство я думаю что google здесь себе стреляет в ноги потому что реально вот обычный пользователь да ему плевать вообще разбирайся с разработчиком блокируй приложение убирай api меняй api я не знаю там не отдавай ну то есть как-то придумай так чтобы условно забороть это на корню пользователю вообще плевать как смотреть то есть он ищет там где проще где лучше но при этом я не понимаю я вообще не выкупаю почему все не оформляют себе премиум на ютубе особенно если ты его смотришь очень активно это блин недорого стоит это куча плюшек пользуюсь и радуюсь вот очень просто есть бесплатное приложение бесплатное приложение и тут нам платить бесплатное приложение а тут надо платить все просто же не 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 вас уж я просто тут как-то поменял аккаунт у нас несколько соответственно на какой-то где премиума не было я посмотрел что-то типа три рекламы подряд и понял что не вообще нахрен слушай рекламы нет возможность скачать приложил видос возможность смотреть в фоне но смысле слушать если ты свернул youtube вообще идеально то есть это стоит там те 200 рублей что ты плачешь мне кажется еще в целом ну как бы культура подписок у нас она пока еще такой зачатки равно я могу сказать что даже у нас количество людей у нас на страну конечно больше больше смотрят на ютубе но количество выручки которым мы например получаем от пользователей с youtube премиумом очень сильно выросла за год реально очень много очень многие пробуют они ожидают тебе платный месяц вот пишут кип того многие пробуют понимают что это работа смотри там же есть фэмили подписка вообще что там 50 рублей стоит 5 аккаунтов 50 рублей на 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 всех но на каждого ну типа блин я ну я у я я понимаю что хочется платить за подписку и ты умножаешь там 200 на 12 потом добавляешь сюда еще там яндекс музыку apple музыку и за там еще что-то и вот тоже на эти гребаные подписки тратишь там десятку в год люди такие охренеть но с другой стороны но ну ты как бы я не знаю ты же ешь там что-то пьешь тоже тратишь потребность один из парадоксов взросления выясняя как выясняется что ты платишь вообще за все . в свой смысле как это я плачу я хочу сказать что есть технические qr-платы это тоже подписка до интернет подписка вообще все эти всю жизнь живешь в подписке понимаешь на все интернет да и просто над к этому с этим смириться по но при этом сейчас это же как бы новый виток и тот же apple google они поняли ну или разработчики условно поняли что free-to-play в том виде в котором он работал уже не очень залетает и они все значит перешли на эти подписки и вот меня тоже бомбит потому что в том же appstore есть приложение у которых вот этот бесплатный триал три дня у кого-то недели у кого-то месяц ты ни хрена не ну как бы ты никогда в жизни не запомнишь где чё ты куда подписался у кого-то это стоит 300 рублей у кого-то тысячи у кого-то 2 и вот ты уже хренакс и платишь за какую-то муру которая снимает у тебя каждый день каждый там и за период какие-то безумные суммы и узнаешь ты об этом только когда ты я вот недавно потерял карту заблокировал там заешь сразу мне пришло куча писем типа чё-то у нас возникли проблемы с оплатой что это за хрень я вообще забыл что я какую-то фигню подписал они за что по 800 рублей в месяц меня снимали ты знаешь что нам правильно в чате пишут что есть всякие семейные аки и прочие истории ну как сэкономить но вот мне что мне интересно когда появится какой-то универсальный сервис агрегатор с этой истории это был бы класс классно я сейчас никогда вот об на миллиону через пять лет не 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 вообще вот потому что смотри у меня есть подписки через за apple id да на или есть подписки которые я примерно понимаю ну там типа условно psn я плачу и не знаю там netflix какой-нибудь да а есть еще к это реально мура которую я просто забыл ну то есть там есть профессиональный софт за что я плачу там adobe по подписке еще всякие там штуки секрет шаттер сток вот эти вот стоковые штуки но это счет то я могу вспомнить что-то нет и вот хочется знаешь какой-то условный агрегатор который бы парсил всю эту фигню по интернету и такой чувак вот у тебя 28 подписок вот такие короче столько денег тратишь вот это ты типа сюда ты не заходил уже полгода типа тебя ну реально надо вырубай про но в том что кстати у apple с мобильными подписками извини что прорываю но здесь вопрос в чем что они же из-за того что их бизнес-модель построена на подписках в том числе они стараются их максимально в интерфейсе запрятать таким образом чтобы было тяжело их от на самом деле я говорю apple здесь на самом деле очень не на стороне пользователя ты реально ни хрена не выкупаешь чё как они сейчас тебе знаешь что делать ты когда удаляешь приложение в котором у тебя активирована подписка они тебя предупреждают типа чувак у тебя осталась подписка а ни хрена себе но они бы вполне могли присылать пуши на уровне типа завтра будут списаны деньги не на имейл они там письма шлют а прям пуш мне на телефон типа дядь не забудь и я клацнул на пуш и пошел отключил ну что-нибудь такое то есть не в интересах компании apple чтобы тебе было удобно мониторить свои подписки да потому что и в их интересах чтобы про них забывал да 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 чтобы ты платил соответственно а там понимаешь ну там типа здесь доллар там два ну типа ты за какую-то муру платишь вряд ли человек это 10 миллионов долларов и там что вообще все все довольны они ты пишешь ладно когда приложение ну мне там шопах риску ты заходишь на подборку обоев и они такие подпишись на подборку за 700 рублей ты такой выше совсем уже там мужчины гороскопы бить и совесть да ну прям совсем стыдно какая-то хрень валь я вспомнил совершенно охренительную штуку короче есть какая-то игра для playstation network а по моему и сделали чуть ли не белорусы короче это просто ссанная параша ну то есть прям бы реально как это парашная игра но они продают премиальный аватар и премиальный аватар выглядит виде красивой такой аватарки прямо реально эти красиво нарисовано арабского принца и называется он помню что-то золотая золотой принц что-то голоден призы по моему стоит 100 долларов короче то есть ты реально можешь купить себе psn аватар за 100 бачей с красивым принцем если ты живешь где-нибудь там в кювете например да и все эти мужчины стали себе вот суши не на я скажу живешь к ведь я идеально сами вот это 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 называется акт таких бизнес-моделей я поддерживаю кстати вот тебе в чатике правильно пиши что есть приложение для менеджмента подписка называется бобби я вот его сейчас открыл в appstore и смотрю быть похоже на то что тебе нужно о надо будет затестить потому белочка нарисована я не то чтобы сильно страдаю но периодически возникают и вообще хотел на самом деле про подписочки поговорить ролик снять условно но всегда особенно как бы по поводу того как вы реально менеджер этих не забывать я могу сказать что вы не кстати единственная наверно крупная подписка которая действительно пользуюсь все остальные подключал именно в appstore это вот риском потому что диска я пользуюсь я каждый раз когда у них камера 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 который вес сио камера с фильтром короче вот она у меня снимает полторашку раз в год и я такой просто скрипя сердце ну да и плюс не многие знаешь типа а чё это значит раньше я покупал приложение на бы по и на самом деле она никогда не был твоим бы многие забывали что там опять же по соглашению становился обладателем а второй момент ну типа ты купил от была очень прикольная приложуха с кичпом называлась ее потом свое время вернул купил и забил на нее и она короче была кривая косая но у нее было там полторы функции которые мне очень залетали я там как бы знаешь она даже под iphone 10 не обновлялась то есть она была маленькая а 9 и я их все равно пользовался вот сейчас вышла и 13 они там уже совсем похерили потому что они поменяли видимо алгоритм работы с фото пленкой ну типа она все она крашится на входе и меня от того что чуваки условно ее бесплатно как-то там форс или тра-та-та и бросили ни холодно ни жарко приложение пропало а если они ее каждый год поддерживают апдейтит и выходит новая версия с она тут же получает там апдейт и все работает вот еще теплая тема сверху ну блин я готов платить за подписку пускай чуваки пилят каждый год габнату придумывают что-то новое мы чехлоносец занес нам 100 рублей рекомендую виртуальную карту для всякой сране завести и кидать туда блог или реально понадобится завтра каст критикую x вместе и виртуальная карта кстати удобная штука потому что действительно ты как бы лимитируешь свои траты то есть такой вот я на всю срань трачу 5 рублей 5 тысяч рублей в месяц например и типа 5000 кидаешь какая подписка перветь списалась то выиграла они удачники нам не нужны отменить сидишь наблюдаешь да кто-то кто списывает деньги такой так 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 проиграл adobe извини идешь на торрент я могу сказать по поводу apple и всяких историй по они же сейчас вспомните очень сильно педалирует apple arcade мы кстати первый марафон недавно устроили показать несколько классных игр ну кстати реально крутой я поиграл тоже несколько прям очень хорошо меня больше всего но чего порадовало конечно в 13 ниже теперь сделали поддержку иксбоксовского контроллера короче в чем прикол они же начали педалировать все вместе эту стерию потому что первых apple теперь официально продает геймпад от xbox у себя в story и везде пишет и пацаны пацаны покупайте и я заметил что playstation теперь топит playstation разослали всем пресс-релиз везде там рекламы запустили что типа играйте на своих айфонах с помощью dualshock а вы слышали историю что иксбоксский геймпад apple продается так вот наши не продаются но у нас тоже можно у нас можно через ремоут играть в год ну вообще-то да кстати пропал звук это потому что миксер сами понимаете все короче но вообще то ремонт play конечно что работа это круто но ремонт play все еще не всегда работает классно особенно на херовом вай-фай я могу сказать например не на работе ну по скорости более-менее нормальный вай-фай но когда запускаешь на нем ремонт play там просто типа три секунды слушай я же тут закусился с плейкеем ну не то чтобы закусился вышел geforce now да говорили как раз в прошлом подкасте у тебя как работает нормально я пока вот я бы эту в свое время попробовал давно и пор не запускался я удивился что они вышли там софмаром там какой-то им видео реаля-ля вот эти все ребята потому что формально это не geforce now да 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 ну типа они это форсер первый в мире россия впереди это неправда тоже ну идея в том что они тебе предлагают модель а-ля play key только ты не покупаешь серверное время а типа прям по подписке херачишь то есть потому что у play key чем дольше ты хочешь играть тем дороже ты плачешь такая логика я пробовал play кей я запускал на нем дизонор по моему я страдал прям вообще ну то есть там такие лаги адские что я умирал вдруг на нем ведьмака 3 прошел в лозу я короче написал что ну будем посмотреть что за geforce play key говно и ура ура пришел директор play key ко мне в твиттер и говорит валя ты не прав я как бы ладно но идея в том что он дал статистику во что играют через play key я очень упал там короче pub g for tonight и вот это все это по подожди то есть чуваки играют в сетевые шутеры я тебя могу сразу тебе перебить могу извини пожалуйста и могу тебе конечно точно что вот я играл в geforce now в радугу и там пинг сука меньше чем у меня на локальном компьютере а потому что я буду играть на этом удаленном сервере а я думал ты там типа нажимаешь пробел идешь завариваешь чай а потом ты всех убил чуваки подожди он через geforce мне кстати реально потому что они видимо в соседних стойках проходит перекинут провод ну кстати я вот вот про это я не подумал но я удивился что народ шпилит видимо знаешь с работ или не знаю типа сидишь на офисном пока там картохи играешь снова кстати прямо сейчас выходит на андроиде и но на иосе типа позже сильно ну меня еще вот это вот романтизм и присутствует в голове что я могу поставить свой ipad подключить дуал шок и сидеть играть в какую-нибудь там red dead редемшн условный и чё-то как-то нет скоро сможешь я я я вот вас у вас выходит мазершип но он вышел огромный планшет 17 дюймов с 2080 и кора и 9 к толщины а он толстый он весит 5 килограмм это не планшет это холст ну да 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 но при этом у нет у него отстегиваются клавиатуры он реально стоит как планшет это просто дико удобно в самолете например там ну невозможно поставить ноутбук так чтобы ты не сидел как знаешь вот так а тут ставишь планшет берешь геймпад и попер короче в розеточку воткнулся обесточил самолет и сидишь играешь типа знаешь вот в лос-анджелес полетел там опять 13 часов что делать уже там и вот а red dead redemption я не смог пройти на консоли потому что он бесконечный да это правда и и ты во первых на пика вам сможешь играть там где удобно во вторых тебе дали с прорисовки до кинул все радости жизни да напомнил историю мне на бывшей работе чувак у меня просил купить ему как он называется вот не аймак а похоже форм-фактор только на по на винде студию не был такой здоровый моноблок да да моноблок но игру какой тебе на блок он говорит вот конкретно вот эту модель и ягод такой модели нету нашего там поставщика дусь хер найдешь он год нет не нужно именно эта модель заебал мне этой модели просто в усмерть я уже думаю бреды что там такое там какой-то леново знаешь там но думать что что в нем не так ну то есть почему именно эта модель короче в итоге приезжает эта модель спустя там три месяца но и выясняется что конкретно на этой модели мало того что есть тачскрин ну то есть как бы планы на многих есть тачскрин но в этой конкретной модели есть аккумулятор и он реально таскал 27 дюймовый старбакс приходишь пацаны представляешь себе реально 27 дюймов как старбакс народ саймаками приходит только только в старбаксе нужно аймак все таки воткнуть куда-то здесь все на батарейках и пускай 40 минут я кстати считаю что планшета вот именно игровой это очень крутое крутое решение бредан там единственный минус стоит 500 тысяч рублей по-моему небольшой минус небольшой минус да я как бы уже вокруг него хожу уже такой даже не знаю надо мне не надо но сама идея классная я рад что они подобную вундер вафлю придумали может быть может быть в следующем поколении она станет чуть тоньше блин на самом деле конечно я бы тоже посмотрел на всю эту историю особенно новые серфейсы да про x какой-нибудь вот эти все радости жизни ты просто ставишь и идет но мне кажется про x это что-то какое-то хрен знает это кастомный microsoft процессор они обещают какие-то там титра флопса на выходе я думаю что все флопнется немножко не в портативном режиме режет частоты и ничего не работает завтра кстати ведьмак выходит 15 вот прям уже нас видел на уже все новости о том что я в него так плохо играть что тебя глаза просто прощается в кучку просто мне очень интересно что там с текстом будет ну то есть если надо мне с текстом там все хорошо текст очень четкий на фоне всего что мыльмак 3 типа мыльная охота уже блин ну хочется на самом деле поддержать я просто знаешь куплю полякам денежку закинул скрываться на киберпанк задонатил знаешь что не хватает одна ведьмаке конкретно свеча по той истории которая появилась в divinity original sin которая тоже кстати на свече вышла там есть кроссейф между пока и свечом игры играешь на пока допустим такое о мне надо идти взял с собой кроссейф скинул все заебись ведьмаке такого не будет как бы не очень надо в текущем где это заходились как новинка типа бам-бам а когда ты уже прошел ведьмака три года назад со всеми аддонами ну как-то странно будет чески мы возвращаться но я поиграю ради интереса пойму насколько я просто поиграл в mortal kombat очень сильно страдал понял что на это 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 неправильно могу сказать что я вот skyrim на него когда-то купил поиграл свой честным кстати нормой и оставил потому что я когда-то его прошел давно во второе не я вот и лейнуар например поиграл такой я прям удивился его неплохо портировали он прям знаешь выглядит ну я может уже забыл конечно на пока на 0 на playstation я выглядел лучше дождите вы говорите сейчас об играх секс бокс 360 что скрыла и нуар это все понятно но ведьмак это блин 540 по серьезно ну то есть тебя блин на часах больше разрешение чем не я кстати знаешь я вот тут понял а чё не на ipad то не выпустить его реально то есть уже можно теперь у тебя есть дуал шок выпускать я думаю они сейчас как как не посмотрели на то до горды такие в смысле мы тоже будем ведьмак 3 портировать ближайшие 40 лет на все что только можно у меня есть в этом плане вопросы кто-то в городу первый вопрос почему скорее мы нету на маке и второй вопрос почему скорее мы нет на ipad ну потому что на ipad есть вот это да и и fallout shelter который очень жалко я кстати очень рад что я выбрал презентацию бефездо с этими 2020 просто взял и взял и заспойлерил проблема ты знаешь это проблема на дателе они рассматривают мобильную платформу типа мы выпустим свой тайтл но это будет урезанное говно и типа будем на нем собирать какие-то там одно время electronic cars кстати как это не странно они выпускали какие-то игры тип там у них был mosfet какой-то для мобилок датспейс датспейс для мобилок ты такую и потом очень быстро забили потому что видимо особо не что примерно игры проще сделать адская вот это вот вот это вот и типа все будут плеваться а ты будешь сидеть в бабле и как бы ну извини я до сих пор помню что датспейс например на ве вот конкретно первое вине вию просто датспейс который ходил не он был охренительный но это был сука тир просто целился хотя бы творчески подошли к сказка осмыслению знаешь они просто корявый порт который возможно там я на самом деле свечом огорчился то есть я все-таки надеялся что его активно поддержат и он будет иметь ну какую-то более адекватную игровую библиотеку даже я понимаю что там люди упарываются по инди по японским всяким тайтам просто это настолько не для меня что я как раз не кайфану я просто для себя понял что switch это вот консоль на которой ты не будешь играть вот в эти все разрекламированные порты ты не будешь играть в фенштейн ты не будешь играть в doom ведьмак это тоже явно играть найдем не будешь судя по продажам тоже никто не играет не 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 но при этом там зельда марио там одессе как я прошел это конечно величие но блин обидно я на самом деле очень надеюсь что сони сейчас знаешь как бы так ха ха прикинь вот завтра анонсируют условную ну пускай она будет называться vita 2 для простоты которая по мощности как ps4 пускай она работает два часа хер бы с ним если можно воткнуться в пауэрбанк уже достаточно и ты просто получаешь всю библиотеку ps4 в кармане да я куплю 5 сразу в 540p я бы не удивился если бы они начали выпускать свои игры на айосе или только попроще знаешь такие типа простые порты каких-нибудь несложных играх не хочу просто понимаешь у меня проблема основная сейчас с играми то что у меня просто нет времени сидеть нигде играть в сюжетные игры очень хочется пройти кучу всего и я понимаю что у меня просто нет времени у меня вот собственно откуда появляются все эти мазершипы и прочие странные вещи а портативность на уровне подключиться к розетке но взять с собой то есть унести я поэтому очень версия на на си с на и 3 и когда мы первый раз приехали у них в америке популярная тема такие чемоданы знаешь с экранами где ты короче так компактно все это упаковано и такой с чемоданчиком раз-раз в розетку воткнулся и типа на playstation шпилишь я такой крутая штука надо себе добыть все короче это нашел какой себе подарок заказать на амазоне да кстати почему стоит там там потому что этот торчик он типа димов 17 на ли тоже но ну аля матовый крутой и так далее он что-то стоит прям денег денег плюс вот эта вся конструкция пластиковая тоже что-то там тебе обойдется но блин это прикольно потому что знаешь там подсуетился в машину бросил там хотя с другой стороны это же так играть некогда switch в этом плане вообще идеально он у меня там наш условно в рюкзаке лежит и и есть не просит но я думаю что на самом деле с ремонт племя если он будет хорошо заходить и будет лучше как-то вообще работать если они еще playstation now портирует под ремонт play чтобы он работал в итоге типа на любом устройстве а не только там на playstation и на пк мне кажется взлетел бы как раз меня как раз завтра теле 2 зовет они же сейчас все строят операторы тестовой зоны 5g и вот они как раз для демонстрации в том числе и игровую тему форсят и хотят показать как на 5g можно типа звонко играть вот во все эти штуки я думаю что будет работать хорошо но кстати вот один из элементов того что все стремится в облака все будет где-то там а у тебя по сути просто прием сигнала и так далее и с приходом 5g маленький пинг высокой скорость на хрена тебе мощный девайс типа на любую хрень с экраном стриме что нужно тебя разочаровать что 5g ближайшего бодримого будущего не развернется понятно понятно я просто разговаривал с теми людьми которые в москве как раз его разворачивают тестовом виде и там есть несколько концернов первый концерн дело в том что если вот я был простой и более менее понятно это было по сути технологии наверно это сверху на gsm опять же это вообще принципиально новая технология это не 3-4 стандарта а 20 стандартов и это стоимость развертывания примерно в 10 раз выше чем лт и и никто не понимает ее экономическую целесообразность потому что пока что только в москве собирается вкладывать субсидировать московское правительство потому что нужно камеры сенсоры и прочие всякие штуки на это навешивать короче в остальных местах ну только москве могут субсидировать такое а в остальных местах непонятно они же знаешь как это видят элемент конкурентной борьбы то есть тот кто первым наворачивает тот получает для себя базу абонентов как вот с есим сейчас есть то есть большая тройка такие непонятно что такое есим нафиг а теле 2 с ростелекомом да они же сейчас слились они такие да и сим и какую-то на себя часть аудитории там прогрессивно перетягивать поэтому здесь вопросы вот мне кажется исключительно такого подхода но там же еще у нас не согласованно военные не хотят отдавать частоты как собственно с алты е было но я тоже думаю что в следующем году выйдет первый айфон с поддержкой 5g соответственно в лучшем случае это ход бедно через год-два развернется где-то в америках в европах там трат атак там дойдет опять год через 3 4 5 но я как бы на общую перспективу все-таки 5g это большой шаг именно с точки зрения не просто быстро потому что сейчас на хорошей скорости лте тоже быстро там типа 150 200 мегабит можно на лте сегодня в москве выжить вообще на раз но именно небольшая задержка вот все форсит большей степени эту фишку это реально позволит тебе и дополненную реальность наворачивать там в очках и вот эти все радости со стримами и прочего кстати по поводу частоты их доступности помнишь вот эту историю что в новых айконах же есть у вб ультра white band эта технология позволяет тебе ну пока единственно простое решение в тринадцать два решили что аэрдропом то можно и он тебя типа видит это где в том что в россии то она не работает они отключили для российских локалей и эту возможность потому что кацу вб на тех частотах которые военные не отдали и поэтому им запретили сертифицировать в россии эту технологию но у нас часто такая байда случается к сожалению у нас видишь многие классные инициативы просто долетают и отключаются когда у нас кардиограмма для часов появится потому что вы получаете есть а кардиограммы я думаю что не скоро потому что видишь что надо сертифицировать но здесь причем двухстороннее движение с одной стороны должна apple с другой стороны идти люди которые ну всю эту тему у нас должны как-то форсить видимо не global apple не может быть российскому apple это не так важно очевидно и это грустно мне больше степени на обламывает и sim отсутствие то есть я не могу купить себе часы с симкой и чтобы они у меня были автономные якобы теле 2 в этом плане задает тренд потому что говорят что тебе смогут регистрировать и sim и тебе разрешат ее использовать нормально только тогда когда тебя идентифицируют в салоне то есть тебя должны блин по паспорту идентифицировать ну если так они смогут сделать да сейчас они через цель продаете симку которую ты потом конвертируешь в sim но она получается одноразовая логика и сим что включить выключить там поменять перекинуть но это лучше чем ничего это опять же связано с ограничениями они же вышли в пилот их тут же развернули фсб фсо и все скале а подожди мы не знаем как с этим работать посмотрели помнишь и по сути та же самая симка только цифровая но как бы технически плюс-минус одно и то же и ладно давайте но это все знаешь все в будущем пока это все и вот ты сидишь как раньше у тебя выходит 50-гиговая игра на playstation и ты ее качаешь долго и уныло потому что playstation тоже плевала на российские сервера и все очень грустно могу сказать что если у тебя все хорошо настроено то он даже 200 мегабит спокойно поясом выжимает не я единственно понял что даже ps4 pro последних ревизий вай-фай просто ну как бы нет лучше через провод причем я знаешь я я дома за счет сделал я ну ну короче купил специальный роутер в который воткнул playstation и роутер у меня по моему забирает интернет и это все равно получается быстрее чем подключать playstation по вайфу она просто не может сетевой мост там походу навернули какой-то самый дешево и модуль который ну прям вообще не может там делали модули там дело в антенне то что она спрятана вокруг внутрь корпуса да 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 и там прямо пухло и особенно а playstation под столом за монитором нам что-нибудь такое совсем тяжело и из-за этого поэтому да по проводу более-менее расскажите чего вообще кто-нибудь успел на этой неделе во что-нибудь вообще поиграть понятно а посмотри что-нибудь там я не знаю может она жокера сходил я на жокера сходил да почему ржокер не а прикинь у меня жена сходила на джокер 1 смысле она такая ну типа скучно было я сходил в кино это значит не так она постповорачивается к тебе и говорит ты понимаешь что мы живем в обществе тук-тук кто-то хочешь расскажу шутку ну да поэтому я один короче в ночи тоже ну и прям зашло я тоже не разделяю наверное пишет прям супер гениальный фильм потому что слишком много там от таксиста и тра-та-та но в целом как 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 фильм я давно не выходил из кино прямо вот с таким очень таким ну как сказать не бодрым потому что фильм достаточно специфический но интересным ощущением потому что ну хоть что-то интересное что-то неочевидное что-то феникс отыграл все все молодцы а у правильного что типа там романтизируют злодея или там стигматизируют болезнь что обязательно если поехавший значит убьет слушай но это можно докопаться на самом деле до кого угодно если дай волю современном те любое вообще произведение разложит на сегодня это значит и и как она и d панорама вот это которая фейковая наша смешная да да они били что канада значит гайдая забанила за блэкфейс в фильме приключения шурика помнишь когда он то есть принципе в современном мире обидится могут все на все и здесь как бы найти параллели с реальностью и докопаться вообще не вопрос но вопрос именно в том что значит и не очень хочешь это делать для меня фильмы сейчас делятся на моменты когда ты хочешь докопаться и и ты не хочешь вот я сходил на гемини вот а вот и кимич посмотрел а ты смотрел по поэстре в 2d практически камри с корейскими субтитрами или нет реклама была какого-нибудь там 1x бета кстати удивляюсь еще реально я во первых рекламы было минут двадцать пять если ничего не совсем жестяко ничего-то вообще уже ходил потому что я вот ходил в кара фильм я просто река в жизни больше никак не пойду в кара фильм кара фильм ладно бы просто реклама но почему-то конкретно в кара фильме крутят телевизионную рекламу и ты просто не понимаешь нахуя ты такой типа не реально я я че-то припух с количество рекламы мне не понравилось как у них бар оформлен что ты как-то там сам себя обслужить что-то там на мути да что-то не кайфанул но я сейчас вспоминаю я ходил на форсаж в берлине мы что-то сидели в берлине и что-то было скучно на форсаж наверное какой там 6 предпоследний там вообще часовая реклама была я просто выпал я уже знаешь сижу и уже не понимаю я уже ко всем знаешь пытаюсь как бы обратиться типа че происходит вообще где кино а я тебе даже шик в аду человек реально просто час я не шучу значит не преувеличиваю непримерно реально час типа фильм должен был начаться в 7 а стартануло в 8 я такой что блять происходит реально час рекламы причем немцы это знают там все как бы окей и пришли вовремя да 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 все подгребают дыжек во сне а я просто сижу причем я понимаешь фильм ты шел с сабами у них а реклама на немецком еще не понятно ни хрена я так сижу сабы были корейские сабы были немецкие и кстати вот мне многие советовали джокера смотреть сабами потому что ну там типа крутой года но опять же мне поскольку я пошел типа вот в полночь мне было лениво сидеть читать и куда-то ехать это же понимаешь не в каждом кинотеатре в русском дубляже смотрел да я смотрел ну кстати не могу сказать что там прям оценил фишку с переводом она она как-то странно сделана потому что не совсем все надпи были переведены там где крупно крупно там да а вот например газета знаешь условно лежит на фоне она прям английская чуваки ну типа либо вы заметили то что можно было снять крупным планом и я так понимаю что мне смутно ощущение что это было не сиджай они просто сняли типа с разными языками одно и то может быть они сразу заморочились и на основные рынки а российский рынок кстати достаточно большой он по-моему уже обгоняет то ли английский то ли какой-то такой знаешь типа но французский немецкий наверно точно то есть мы сейчас конечно проигрываем америке китаю но против как бы европейских рынков российский очень крупный поэтому то что для нас условно на стадии продакшена они заморочились и сделали русский текст это вполне могло бы это это точно не прокатчик придумал это реально сделано там на стадии с дисне и прочее которые уже давно трехмерные надписи да не но это очень круто почему нет тем более но в мультиках то там понятно и достаточно просто но здесь особенно с этой карточкой понимать что она играет здесь как бы ну важную роль она многое объясняет и когда он эту карточку дает а вот она чё как где и потом ты заходишь в интернет там начинаются всякие теории я например до до просмотра увидел картинку с бэтменом то что он вначале когда сидит краситься в зеркале там реально рожа бэтмена прям видно ну и потом впоследствии понимаешь что там тоже куча отсылок на реальность называется for shadowing не не на фан-сервисы всяких easter x просто завались много разных приколов и очень много из разных комиксов и причем разных годов на различные сюжеты про джокера там есть куча очевидно заморочились но ты знаешь заменитый джокера на условного ноунейм психопата фильм бы ничего не потерял на мой взгляд то есть вот эти все отсылки к комиксам и всей вселенной они крутые но в целом фильм очень самодостаточен абсолютно никак не согласен поэтому я я прям кайфанул но очевидно что такой супер алмаз кучи марвела и ты видимо не не будет ждать дальнейшее развитие этой темы хотя коммерчески я так понимаю джокер очень залетел бюджетов да 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 он что-то там уже в круг запрал денег ну мне мне единственное что нравится я надеюсь что это популяризация рейтинга r и дэдпул да в свое время как-то качнул качель потому что я просто помнишь кстати логан слушай я просто понял что я ну я вот с сыном хожу единственное что как бы у меня есть оправдание но я мстители финал прям очень страдал я я бы никак в жизни не поверил что мне так не зайдет все это муть но я прямо вообще я уже сижу просто не могу это вот настолько рафинированная сублимированный год дерьмищи шу просто уже аж прям за пеной за рта идет только попкорн спасает потому что очень тяжело она прямо вот очень плохо она прям и причем это аттракцион сейчас же этого по мскорсезе спросили чё как marvel так это не фильмы это типа аттракцион чего как фильмы это типами месяца поражает почему люди воспринимают это как личное оскорбление ну знаешь то есть типа криса правда то есть да то есть ты снялся в аттракционе и ты такой типу не заработал бабла кому заработал бабла ты же явно не сидел как хит леджер знаешь там три недели в номере а потом суициднулся чем там на передозе отъехал то есть очевидно что ты не сильно заморачивался по роли да и ну чё ты хочешь я смотрю этот сериал который парке зоны отдыха там тоже играет крис прат я могу сказать что он его манера игры что в стражах галактики что в этом сериале паркюрского периода прям как будто значит корабля сошел динозавры давай ну опять же это не очень плохо но просто действительно если ты не актер актерище ну как бы данном конкретном моменте не сильно запариваешься в этом плане мне нравятся чуваки которые к этому относятся значит и с юмором куда-то чё снялся снялся бабла заработал но вот сейчас этот вышел же трейлер доктор дулиттл с робертом дауни младшим я просто помню доктора дулиттла среди мёрфи я такой знаешь садился смотрели трейлер типа давай оттуда волны и что мне есть трек очень понравился но там такой графоний что его явно дорабатывать потому что местами конечно такой 2003 год прям там знаешь там вот эти моделька ехала прямо из другого фильма очень похоже я не помню какого белый где медведь но я точно вот этого медведя в каком-то фильме видел давно риус модельки золотого компаса типа вот наверное золотого компаса они такие типа что-то не залетел фильме с этим джеймсом бондом зря пропадать еще зря проба мы типа уже отрисовали я просто что-то как-то не выкупил может быть конечно это канон а то что они тогда снимали была хрень но мне как вырос шуму на иди мёрфи чё-то резанул какой-то что не только бандерас понравился кстати что иди мёрфи сейчас решил такой типа тряхнуть стариной и все свои старые фильмы делает для них продолжить миксы полосились а арни три месяца подряд пассивьте большой чувак да не не иди мёрфи ну вполне маги от слушай он же все-таки когда-то что-то делал но потом у него последние были фильмы где он играл толстых каких-то адских тюкнутый профессор это был какой-то это знаешь я в детстве смотрел относительно мы даже тогда это было плохо это сидел такой с испанским стыдом типа чувак серьезно новый ду летал whitewashing почему все молчат с живым молчат я там очень смешные комментарии я посмотрел под российским трейлером и там типа ага это значит ад в который попал тони старк там заш такие вещи много параллелей тебе что вот эта вся фигня кстати его димка ты же у нас тут посмотрел наконец-то продолжение breaking bad насколько понял или камина слушайте чуваки вот я вам честно скажу вы вы же смотрели его бы дает сериал да 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 вы помните что там произошло я напоминаю что он закончился в 2013 году но я помню что это было шесть лет назад волтер white кончился а этот вроде как бы остается сбежал вроде подвешенном состоянии ну короче говоря я понял что я половину не помню я даже думал может быть стоит пересмотреть и то есть я буквально посмотрел лишь 20 минут такой типа что я не помню дай-ка я последнюю серию какой-то парень там ему джесси говорит джон джон давай пошли туда насколько я прочитал это типа приквел то есть это нет нет для нее прямое продолжение это как раз прямое продолжение сериала просто там есть флэшбеки в которых он нам вспоминает что происходило и я могу сказать что я такой типа я не помню кто этот кто этот персонаж кто и думаю дай-ка пересмотрю последнюю серию финального сезона сетяжки нужно просто понять что что о чем но еще больше запутался японский и блин надо вообще весел пересматривать так вот я плюнул на эту идею сразу же начал смотреть фильм и могу сказать что не смотрите сериал но если не пересматриваете вам прям фильме все ружую просто в самом начало будет тяжеловато потому что на 6 лет прошло как бы кому вкатиться да сужен но очень этот же винс гиллиган то вся их история потому что соул ты знаешь там же сколько четыре сезона или пять между не помню сколько я вот честно сказать вот это лучше звоните соло и там реально ничего не происходит я соло бросил я не смог не но он такой знаешь он настолько атмосферный для меня лично что я просто такой хер с ним что там ничего не происходит 8 серий нормально смотри такой скипаешь просто пятнадцать секунд слушай мне 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 заходят я кстати многие сериалы значит иногда вот прям тяжело такой типа хочется скипануть или там уже начинаешь в полглаза смотреть куда-нибудь в интернет либо фи фу запускаешь а тут вот мне просто сол видимо на волне знаешь он так прям хорошо раз ты прям в него так погружаешься и прям такой давай очень советую посмотреть боба воденкирком как раз таки играет где вот анимированный да называется он дан отмена сериал совершенно потрясающе просто он не надо мне иногда тяжело знаешь я всегда вот такие вот экспериментальные штуки такой типом живу больше про психологию там это очень быстро привыкаешь к этому нарисованному стилю за него забиваешь он больше просто про психологию про отношения отцов и детей не 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 ну вообще боб вот этот отдан кирк я так понимаю что он не очень был популярен до брекинг-бэда ну как знаешь они всегда где все где-то снимались особенно сейчас смотришь и после знаешь там волны какой-нибудь игры престолов такой о это же этот самый а он оказывается в том каком супер старом фильме играл какую-то там третью роль а тут чувак прям раскрылся и поперло и вообще прям хорошо да не он молодец ну да они конечно красавцы сериальчик димка ну ты советуешь или как смотри если ты не смотрел сериал ну то есть вообще то лучше посмотрите сериал потому что конечно он совсем на это по сути окончание это финальная серия то есть она идет полтора часа но это большая финальная серия да и они полностью закрывают сюжетную арку джейси и это реально очень классное окончание для сериала там вспоминают и уолтера white а там вспоминают и некоторые моменты 5 сезона то есть вам покажут в флешбеках все что там происходило и я честно могу сказать что я давно не смотрел фильм который бы держал меня в напряжении весь фильм но есть и этом джокер да ну то есть понятно потому что как бы такое кино но теме вот такой вот потому что я думал что это честно типичный проходняк от netflix знаешь что типа на на культовом сериале да по хайпится немного снять говно но зато вот у нас в netflix и эксклюзивный фильм да вот про по сериалу нет это реально как вот окончание сериала его стоит посмотреть абсолютно всем фанатам я прямо очень довольна да им будет короче по игре престолов как раз я вот я вот тоже подумал о том что вот некоторые сериалы я бы хотел увидеть полнометражный фильм который бы был своеобразной концовкой вот например 4 сериала делают полосту я хочу полосту нормальную концовку большую по гейм оф тронсу нормальную концовку хочу увидеть по прослушке пожалуйста и так далее по сопрано во по сопрано хочу нормальную концовку сопрано же сейчас вот снимает фильм как ну просто гандалфин это уже все как бы ну сорян ничего сляпаем на компьютере нормально получится по друзьям там все еще народ ждет когда же паша кстати по друзьям придется вот эту технологию как гемини знаешь цифровое омоложение кстати я гемини посмотрел он он же как бы хитро его получается затенял затемнял весь фильм и когда в темноте ты такой типа нихрена как прикольно сделано а в самом самом конце он при свете стоит это просто это лея звездных войнах просто лучше персонаж видеоигры писали на нтф я видел а надо было просто ебануть дипфейк да 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 реально дипфейку сделал лучше я на самом деле удивился что они получается не омолаживали его каким-то образом а реально просто бахнули ему цифровую рожу молодую и типа нормально и как-то они вообще на самом деле надо было какие-то очки надеть на него или какую знаешь даже он в начале в при первой встрече она увидит в очках солнцезащитных никто не понимает почему они не взяли просто сына был смита взяли джейдана смита на роль не очень сильно похож я просто к тому что дим обычно сочетание джейдана смита проходит не очень хорошо тоже не форсанул потому что там я шел знаешь энгли тратата такой вообще проходняк прям за супер проходной боевичок на разок я понимаю что если у него там не танцуют красочные красивые самураи как бы и там всякие китайские войны с шестами то не очень получается вообще не очень вышло и знаешь он какой-то реально очень сумбурный какой-то странный всю эту идею с клоном вообще никак не развили ты посидишь типа вообще вот я понял что боевики меня а я правда сходил на рэмбо последняя кровь мне очень понравился серьезно что он нормальный не он такой плохой что я прям кайфанул ну то есть такой плохой как ко все предыдущие рэмбо после первого я вот кстати ну наверное да я же конечно не там еще в конце они показывают нашка нарезку такую жирную на несколько минут всех фильмов и там он молодой значит то все и ты такой на самом деле рэмбо он очень такой камерный и ты ждешь знаешь последняя кровь типа думаю сейчас 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 зажжет на все деньги а там такая супер локальная история которая как бы ну очень очень локальная но ты понимаешь он у себя на ранче построил значит макет туннелей как во вьетнаме и заманил туда мексиканцев понимаешь как бы последнюю часть фильма он убивает мексиканцев в тоннелях я на границе значит это просто такая дичь звучит как фильм года честно не не причем там это все в красках показано понимаешь то есть он а ловушки там строит и там чуваку как бы чувак бежит по туннелю в него влетает копье какое-то деревянное один дома не а рэмбо короче выпрыгивает из какого-то глины из говна какого-то который он слился и стреляет в это время ему еще в голову из дробовика и все это как бы в красках тебе показывает это лучший фильм отвечаете еще там сам смешно бог что даже хорошо не там там вообще там же этому с таллоне что-то 70 чем-то уже очень много я причем удивился что он младше шварценеггера и на год по-моему я такой ему таллона не очень хорошо выглядит по сюжету ему там типа немного лет а-ля 50 и самое жесть что там его типа мама но она реально его в два раза моложе и он такой типа мама мама она такой уже знаешь дед такой же развалится просто на ходу и там такая вполне нормальная тетка который играет вам маму короче странно но но ну прям я говорю это прям очень хорошо очень логойся занес нам 100 рублей братю не огромное спасибо вам за минимальное количество спойлеров любой теме завтра каст на страже первого впечатления и кстати сын у меня сын сходил на гемини опять же с женой тут я короче такой ну вы заколебали у меня жена сходила джокера с имени я такой типа ладно пойдем пойдем с дочкой на это барахло она такая давай и сын такой знаешь или а ну мне скучно я с вами пойду второй раз буду смотреть ну ладно он короче сидел и спойлерил мне очень каждый момент а смотри смотри сейчас он выйдет да 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 он такой сейчас будет значит вот этот хороший а мы скучно было смотреть очевидно второй раз я развлекался тем что раз пересказал мне сюжет походу блин ну это хорошо что это был гемини да да ну более сложный он бы вряд ли осилил а тут даже ему как бы зашло он все 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 рассказал как положено давайте мы потихонечку расскажем еще про наш стати чем мы там заинтересовались вообще за последнюю неделю вот димка ты добавил какую-то очень адскую статью это не адская статья это замечательная статья о том что вот есть голосовые помощники во всяких самолетах ну то есть вот там пилотом наш там говорят типа предельный угол атаки предельный угол атаки поднимите штурвал на себя таким отвратительным голосом над и тех же голосовых помощниках там тоже сири да все ведь вообще история почему они всегда женские никогда не об этом не затруднешь а по молчанию женский голос почему может потому что типа для мужиков стараются чтобы мужики не раздражались что им типа указывают короче изначально история развивалась из-за того что ну это делали естественно для военных и женский голос в долгое время в военной технике звучал инопланетно сразу понимал что с тобой говорить с тобой говорит не второй пилот не там какой-нибудь там механик не мех вот там и так далее ну вот с тобой разговаривает компьютер ну а потом как быть во первых прижилось во вторых выяснилось что оказывается мужской мозг на женский голос реагирует лучше серьезно дима сейчас я же можно в той же силе сделать себе мужской голос ну крипово звучит нам нужно деважа нам нужно девочка в подкаст я даже ходил какое-то время с сири который разговор мужского голоса но они явно на нее обращали меньше внимания и хуже как бы и получал так что типа он как-то слишком как робот прямо разговаривал получал не очень вот я хотел рассказать вот про какую статью дело в том что тут на дтв вышел классный именно материал о том как создавался саундтрек той самой игре про гуся вот который хонг-хонг вот и оказалось что там какое-то безумное количество вариаций динамической музыки которая включается в зависимости от того что вы делаете например вы взяли нож и бегаете за карапулем играет музыка из психа и короче оказалось что они взяли классическую музыку дебюси которые порезали по кускам и в общем-то из нее последствия собирали новый саундтрек где как бы под каждый нужный сегмент собирали типа совершенно новую динамическую музыку вальт играл в гуся я видел на гуся пока пока не осилил то есть у тебя не кажется это что-то вроде симулятор козла знаешь нет там ты делал он лучше намного то есть в козле не докрутили а здесь докрутили ну не но то что гусь стал определенным мемоменом все такая вот знаешь он реально он он классно качественно сделан то есть это не просто не дышать и значит дышать на уровне вот как джорни которая хорошо сделана то есть ты прям понимаешь что это люди вложили туда душу вам это очень круто сделано что она не вышла на комте полопит я бы дальше выйдет я думаю да выйдет да сгарись и кстати последняя статья более серьезная дело в том что я периодически подкастит рассказывал может быть вы следили есть такой чувак по имени джефф репштейн довольно известный миллиардер который оказался внезапно который оказался педофилом причем там целая типа была история с сетью девушек которого там его по сути водили сами новых девушек других и он при очень загадочных обстоятельствах закончил самоубийством очень загадочных обстоятельствах самоповесился до повесился потому что там за несколько часов до этого момента он оплачивал различным людям из тюрьмы молчание и знаете такой ты сначала платишь всем типа чтобы никто на тебя там не на пить а потом лишь увешаешься ну как бы низко не срослось нормально ну как бы типа странно казалось бы да но еще сразу суд до дела оказалось что даже после того как ему предъявили обвинение с ним общался долгое время и много раз очень много раз другие и убил гейтса короче его еще и сотрудники его фонда били вот который билл и милинда гейтс уже общались джеффри репштейн и на нью-йорк-таймс огромное расследование на чему того когда как при каких обстоятельствах почему джефф репштейн общался с билл гейтсом и почему билл гейтс типа с ним продолжал тусить даже после того как в общем-то джеффри репштейн его признали типа по сути конвитер педофайл вот и я считаю что конечно это очень интересный материал ну на самом деле и по ну педофилы чё вот этого хуже мужиком не стал подумал билл гейтс и пошел с ним пиво спить я подумал вдруг ты сейчас реально это говорит на самом деле меня меня пока вот во всех этих историях все-таки зачем больше всего вымораживает там дошло до того что можно просто объявить любого человека но обычно это типа там восемь женщин молчали 40 лет и тут признались никаких доказательств по большому счету обычно нет это какое-то расследование условной газеты журналы или даже интервью как вот сейчас этого по моему пластида доминга накрыла какой-то такой же штука на какого-то там оперного певца а я напоминаю тебе что с кевина спейси сняли все вода и ты как бы паша к вину спейси все уничтожили карьеру только он пережил это все не лучшим образом однозначно короче какая-то вот это вот знаешь охота на ведьм которая вот по умолчанию рушит людям карьеры но это как-то пипец но типа в случае с джоффри штейн там конечно все доказали не там 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 чувак дачу-то угорел при полный рост но опять же то есть это все просто одно на другое меня смущающую не знаешь там по 40 лет реально молчат а потом такие а да кстати вот он меня харассмил там не что-то меня трогал на меня как-то смотрел и там это заходит слишком далеко потом начинают за твиты привлекать какого-нибудь этого джемса гана да потом этот еще там того сего короче мне просто кажется что они в этой погоне за хрен пойми чем очень далеко могут зайти и в принципе уже зашли и ну я не знаешь какие-то патентные тролли я не удивлюсь если появятся какие-то бабы которые знаешь вот тут на потом уже паразитировать приходит на реальных случаях которые есть вот реальные случаи на их на полной они могут потеряться на фоне до реальных обвинений да 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 то есть уже люди знаешь как бы под устали от всей этой фигни все таки мой да ну камон типа когда тебя реально будут насиловать тогда и приходи от что ты сейчас втираешь поэтому грета тунберг тоже помнишь больше чем джефф репштейн жете там прикол в том что как бы все правильно говорят к бы 10 как очень нужна правильная формулировка 10 не где-то тунберг бесит то что когда как мне ваша паша борисов сказал это вот тебя бесит просто вот она там игры да не чувак меня это бесит вот она уже даже ничего не говорит а вы все еще без игры нет чувак в этом и проблема она уже ничего не говорит а про нее все еще пишут она уже идет а про нее все еще пишут я могу сказать что я читал историю по моему на вашем постам может быть на нью-йоркере где рассказывали историю что вот есть грета тунберг 2019 год но восемьдесят первом году в оон выступала тоже точно такая же девочка-активистка как ее зовут никто не просто интернет к сожалению сегодня рождает вот этих вот героев однодневных которые то как это еще было господи сарксиан или какой-то взвали они считают что это абсолютно справедливо каждый должен получить свою 15 минутную славу для этого и придуман интернет вот и все это правда но как-то это все с каким-то знаешь странным подтекстом и оттенком происходит но вообще соцсети сегодня конечно я все жду когда инстаграм уберет лайки причем всем нет ты видела не кстати убрали грозу всех мужиков да 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 кому человек поставил лайк теперь ты не можешь посмотреть но я кстати никогда фенфу 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 старуха нет но пол но твоя жена да 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 так кому лайкс то не но на самом деле наверное правильно потому что сильно она не несла какой-то позитивные повестки но лайки я бы тоже убирал причем причем вот как бы эти груди мне это выражает в твиттере например то что есть функционал ретвита который тебе как бы твоим подписчикам он показывает тот вид который тебе понравился но если ты поставишь лайк только произойдет тоже нет произойдет то же самое а ну но это умные ленте твиттера пользуюсь это мне твитботе нет но я имею ввиду официальное приложение и вот официальное работа также да то есть блять уберите нахуй вообще ретит тогда нам нужен дим дима это радует это знаешь как бы есть работа это нас такой полу лайк как бы если я хочу чтобы лайк лайк это ретвит а если полу лайк то да то есть как бы это я вам пушу прям ленту а это его если вам понравится мобильной то есть репост понимаешь в фейсбуке то же самое некоторые посты которые особенно залайканы показываться что человеку что там твои друзья вот все массового а репост это значит что ты четко видишь что вот там дима репостит гоблина понимаешь короче а потом появляется что рисов не значит что я одобряю но не вообще вот соцсети хочу сказать конечно это те же тяжелое бремя вот я бы вообще повырубал все эти функции и пожалуйста по пусть и чухож ну то есть проблема в том что все эти компании же зарабатывают деньги а так как они зарабатывают деньги нужно чтобы рекламодатели видели все эти ведь все эти истории с энгейджментом понимаешь потому что иначе так и так аналитику бы статистику собирают и как бы видят более глубоко все это нежели лайки и прочее но благодаря этому хотят что сделать они же хотят чтобы рекламу теперь закупали централизованно через них у инфуенсоров то есть чтобы по сути создавать биржи инфуенсоров но в рамках сервиса то есть чтобы инстаграм же хочет по сути к этому идет чтобы если хочешь купить таким кардашен пост чтобы это делать через инстаграм а не через какое-то там агентство ну да 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 ну в этом есть резон контакте же примерно к этому пришел спустя время то есть они сейчас продают биржу и у меня там вообще все автоматизировано то есть продается реклама мне просто периодически там типа бум что-то какое-то объявление откручено деньги переведены это ну ладно вот то есть это в этом смысле очень удобно если бы у меня в условном в аккаунте инстаграма какие-то stories прокручивались там не знаю тоже чужие да хрен бы с ним почему нет вот все равно понимаешь есть как бы реклама на канале сейчас же у нас тоже таргетируют рекламу на ютубе и у нас часто бывает реклама такая сугубо технологическая видно что закупалась именно ну может не конкретно на канал но на сектор там техно был технологий но это все равно чужой прироу а люди хотят чтобы я своим голосом со своим видом это озвучил типа это будет воспринято аудитории более хорошо да поэтому все равно что ты продал да понятно но при этом все пойдут покликают как бы все довольны поэтому все равно бренды будут приходить напрямую кардашьян и куда угодно если они хотят чтобы она и сделала а если автоматизировать то я только за другой просто что понимаешь все это слишком коммерциализируется на мой взгляд и люди уже перестали почему лайки плохо потому что вот хоть ты тресни понимаешь ты сколько угодно может быть на креативным чуваком но сэлфи кривой косой все равно полайкует больше но просто вот хоть ты тресни в инстаграме так работает то есть ты снял какую-то супер креативную фоточку все такими а сэлфач а еще лучше с кем-нибудь это вообще типа лучший контент или если есть грудь да 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 и люди уже стали вот этими attention хор и что они перестают креативить они просто едут на легком контенте типа фоточку рожи за каминовые триггеры стандартно да совершенно чистой воды психологии и даже была такая я бы сказал биохимия чистого но это очень грустно я бы суши я тоже с удовольствием что-то фоткал типа пытался как-то креативить но я понимаю что мне просто смысла нет грубо говоря с точки зрения а помимо потом приходит рекламодатель такой фотка типа вот та набрала сто тридцать тысяч лайков а это 50 а ты очень ну там у меня рожа с кодзимой а тут типа я снял какую-то там интересную хрень надо чтобы еще почему я не удивлюсь если выложу завтра фотку с кодзимой чуть другого ракурса и все таки а нормально давайте поэтому блин я я вот кстати верю что условное отсутствие видимости лайков людям немножко развяжет руки потому что они смогут как бы не оглядываясь на вот эту всю байду публиковать то что им действительно интересно а не то что от них ожидает аудитория даже не аудитория в целом ритмическую ленту эти твои посты не попадут потому что у них энгейджмент слушай но это тоже глубокая аналитика основном девочки работают не так они видят крипто лайков и типа окей не окей а почему чего но все все очень сильно усложняется с точки зрения взаимодействия youtube тоже там уже чудит в полный рост принт поймешь чего не хотят раньше как-то очень сложно то что на самом деле старые каналы у которых много может мертвые души вот это все там реально они мертвые абсолютно и я вижу что например наш канал который там ну мы поставим что обновляем у нас у видео больше просмотров чем подписчиков и говорят так а как это так у вас типа там что-то типа 6 тысяч потом 7000 подписчиков и почему у вас типа там по 10 20 30 тысяч просмотров как почему у вас как раз алгоритм это воспринимает более ну понимаешь просто когда у тебя сто процентов посмотрела он конечно пушит это за пределы твоей аудитории в том числе а когда у тебя на канале миллион подписчиков а посмотрела 20000 алгоритм считает что большинство аудитории и он он же он же умный он миллиону это не покажет он покажет сначала небольшому количеству людей рандомно почему он может пуш отправить там кому чуваку который до этого там полгода ничего не получал его смотрит фидбэк так ага значит половина проигнорировал половина закрыла на 3 секунде типа ну все на этих двадцати тысячах все умерло и реале серьезно жалок эти все оставив лайк подписка колокольчик хорошо работает охерня нене зажира осмотре 8 и миллионов подписчиков из них два миллиона кол cole шеком но при этом у колокольчика есть ещё три на стройке то есть колокольчик колокольчики из какой то софт-колокольчик этот херовый колокольчик и ну то есть не на каком ролике сразу эти два мульта просмотров не прилетает то есть он мало того, что не показывает большей части аудитории, он даже тем людям, которые этот гребаный колокольчик нажали, тоже не показывает. И ты понимаешь... А в какой смысл тогда? Да, я вообще... Не, YouTube уже, наверное, ну, последние года два-три полномерно прям убивает институт подписок. То есть подписки это, знаешь, ну, метрика типа, не знаю, для чего. То есть она не для чего вообще. Есть каналы на 10 миллионов, которые... Ты знаешь, кстати, самый популярный канал русский? Это там LikeNastyVlog, 35 миллионов подписчиков. Подожди, а эти 35 миллионов, это... А, детский канал, все, я понял. Ну, детский, ну, 35, ее никто не знает. А есть условные Дуди, знаешь, у которого 6, но его знают все. То есть подписки это, ну, очень условная фигня сегодня. Сегодня все работает на рекомендациях, на алгоритмах, на ра-та-та. И вот ты должен все время с этими алгоритмами, как бы, пытаться дружить. Никто не те не рассказывает, как это работает. Плюс они еще их и меняют постоянно. Знаешь на что, похоже? Это похоже на SEO-оптимизацию сайтов, то есть в году... Ну, да. В 2005-м. Борьба условного Янглса и Эдсенса со всеми этими чудаками. Ну, проблема в том, что, понимаешь, ты же, как бы, креатор, и ты говоришь, Ютуб, алло, ну, ты мне объясни, как лучше действовать так, чтобы работало. Я тебе Ютуб говорит, а они говорят, делай хороший контент. Тогда все будут лучше меня. Не-не-не. Ну, ты как бы, просто, чтобы понимать, что залетает. А потом начинается, что, знаешь, там, вот это снимай, вот это не снимай, а вот так вот заходит, а вот так не заходит. Но я сейчас не жалуюсь, мы-то как раз в шоколаде. У нас очень хорошая монетизация, хороший, в принципе, неплохой отшлик. Я понял, как бы, как маркетолог, что в Инстаграме, что в Ютубе прекрасно работает, наливать трафик в нее. Да, да, он, кстати, считает самый, вот, самый высокий, скажем так, балл для алгоритма, это трафик с внешних площадок. Он тогда, типа, считает, что, а-ля, знаешь, ой, оно вирусится, или там, типа, полетело за пределы площадки, это нам очень хорошо, тра-та-та, и сразу полетело. А это все откручивается на, опять же, HD-резке, с корейскими сабами люди сидят. Да, и даже не знают о том, потому что там в маленьком пикселе слева откручивается. Потому что, да, это, типа, скрыто где-то хранится. Да, да, понятно. Поэтому, не, ну, такие тоже видосы сразу видно, когда очень маленькая ученость, типа, знаешь, там, миллион просмотров и там тысяча лайков, ну, и там, какая-то хрень. Причем сейчас и лайки покупаются, и, как их называют, и комменты, и вообще, что угодно. Самое классное, в плане истории, это масс-вьюинг-сторис в Инстаграме, когда, короче, у тебя аккаунт, это, знаешь, какой-нибудь аккаунт супер-крутой, раскрученный, смотрит твой сторис, а ты там, хуиспердис какой-нибудь. Да, 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 и ты такой, как это происходит? Не, ну, это очень, на самом деле, все стыдно, грустно и печально, потому что, ну, по сути, люди, знаешь, занимаются не творчеством, не креативом, а просто пытаются обмануть алгоритмы. Они надувают аккаунты, чтобы, поскольку, так сказать, продавать нам рекламу. Вот и все. Ну, это прямо... Слушай, на меня... Валь, твои предсказания, а Ютуб вообще умрет когда-нибудь? Каждый год какую-то хуйню творят, и все еще как Твич единственный на рынке. А вот, к сожалению, понимаешь, он в свое время стал слишком большим, и альтернативой. То есть многие пытались, даже я бы не сказал, что многие прям пытались-пытались, но... Газпром Меди пыталась, Рутюб сделал. Газпром Рутюб. Не, сейчас Яндекс пытается, слушай, у них эфир вон есть замечательный, они сейчас его впушат. Мегафон там, знаешь, делает, типа, ну, не совсем аналог, у них там Мегафон ТВ, а там ты можешь смотреть блогеров. Ладно. И вот это все, но понимаешь, в текущем виде Ютуб слишком здоровый, ну, то есть его прям вот победить, я не знаю, что должно произойти. Я думаю, что Ютуб в современном мире это как телевизор, в общем-то, привыкать он никуда не денется. Причем, это, знаешь, это не какой-то конкретный канал телевидения вообще, то есть Ютуб просто стал вот, представляешь, если бы все телевидение принадлежало бы какому-то каналу условно, или какому-то одной компании, и вот оно владело бы правами на телевидение. Вот примерно так же у Гугла с Ютубом. То есть по факту они сегодня у молодежи в целом видосы в интернете ассоциируются с Ютубом. Причем Фейсбук пытался, они же там, помнишь, года два назад все фигачили на автоплее. Но они же зашкорились с той историей, что типа, то, что они откручивали и говорили рекламодателям, то, что типа, у вас там миллиарды просмотров, все заебись. Все, что-то как-то ушло в молоко. В 10 раз увеличивали энгейджмент. Вот, собственно, о чем и речь, да. То есть все как-то пытаются цифрами бороться с Ютубом, цифрами с ним бороться, наверное, точно глупо на старте. Но хочется... На самом деле вот это... Забыл, как ее зовут женщина, которая там этим рулится. Она какая-то, да. Причем она какая-то олдскульная. Одна из первых там в Гугле. Ей отдали Ютуб за большие заслуги. Она там его уже много лет форсит. Она на самом деле, ну, не бестолковая. На мой взгляд, Ютуб за эти годы, он, конечно, много чего хорошего привнес. Меня... И я тебе говорю, может прозвучать, что я жалуюсь, но я как раз из тех, кто вообще не жалуется. То есть у меня вообще все отлично. У нас и с Ютубом мог, и просмотров до хрена. У нас за... Ну, правда, там айфон был. 60 миллионов просмотров в месяц. То есть 2 миллиона в день. И мы как бы генерируем трафик сейчас не столько на конкретном видосе, сколько на всей площадке в месяц. То есть мне интересны цифры вот за объем. И это хорошие цифры. Даже близко ни у кого нет в сфере. И это вообще отличные цифры в целом по Ютубу. То есть это больше Дудя, например. Но он, правда, редко выходит, но метко. То есть мы отлично себя чувствуем. Но за условно молодежь, за ребят, которые только-только начинают, мне немножко грустно и обидно, потому что сегодня на площадке пробиться очень сложно, и сам Ютуб тебе никак не помог. Вообще. Если только ты не делаешь видео со Спайдерменом и Эльзой. Нет, в этом плане забавная история, что когда ты смотришь... Я, например, смотрел недавно видос, где Чхвак разбирал старую консоль. Ну, то есть вот разбирал, чинил ее. И, видимо, в какой-то момент в кадр попали то ли детские игрушки, которые у него лежали там на столе рядом с этой консолью, то ли какая-то часть игры. И в итоге в Related Video, конкретно к этому видосу, вот все это говно с Эльзой и Спайдерменом. Блядь, какого хера вообще? То есть видос вообще никакого отношения не имеет к этой теме. Ну, пожалуйста. В тегах набрал. Может, в тегах, может быть, а пытается анализировать, что как, где происходит, куда. Знаешь, он же смотри, как работает. Человек посмотрел ролик, после этого вбил что-то в поисковый запрос. Он тоже пытается анализировать, что люди смотрят после этого видоса. Просто представь себе, да? Там, блядь, разбор консоль. То есть сидит чувак с паяльником, блядь, хуярит там что-то, там разобрал. Связи вообще никакой нет. Я понимаю, если бы там была какая-нибудь, не знаю, игра, да, там про, блядь, Спайдермен и Эльза. Я почти это понял, но, блядь, это я не понимаю. И как эта херня работает, абсолютно невозможно объяснить в некоторых видосах. Вот, серьезно. Ну, понимаешь, там, типа, он набрал в тегах разбор приставки, а YouTube подумал, что на самом деле открыть киндер-сюрприз. Примерно это же самое. Не, а главное, ты посмотрел такой, типа, что бы нет, ладно, ладно, окей. Ну, на самом деле, видишь, не, я просто не знаю, сколько это байка, но я слышал, что инженеры, которые работают над алгоритмом, там, знаешь, на уровне минимальной секретности, и более того, команды работают над разными частями и не видят целого результата. То есть никто вообще не знает, кроме каких-то очень ответственных людей, как этот гребленный алгоритм в целом функционирует. А алгоритм уже обрел самосознание и рулит этими инженерами. Уже планета питается инженерами. Ну, потому что... Да, да, но вообще, на самом деле, ПСШ, это же очень коррумпированная штука, потому что ты как, собственно, инженер можешь продаться каким-нибудь там сетям китайцам и внезапно... Ты серьез? Да, 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 и какие-то индусы поперли как-то в себя. Да нет, на самом деле... Ну, видишь, ну, я... Там правильно пишут, что это, что алгоритм любить Эльза. А вдруг, представьте себе правду, вот он обрел самосознание, и он сейчас на уровне пятилетнего ребенка, и ему норм эти видосы, ты понимаешь? Он их сам смотрит, только открукивает. Короче, ребята, это реальная история для фильма, понимаете? Алгоритм Ютуба сначала, да, смотрит Эльзи, потом он пранкует, а потом начинает, да, что-нибудь еще жуткое творить. Павел Петлич занес нам 100 долларов, привет, пацаны, наконец-то Валентин в подкасте. Да, давно не было, Валь. Ей. Вот. Денежка. Давайте, короче, мы потихонечку уже будем сворачиваться, пацаны, потому что мы и так Валью задержались. Где вы чат читаете или просто? На Твиче. На Твиче. Мы прямо на Твиче, короче, заходим. Твич ТВ, слэш завтракат. А вас не забанили еще на Твиче? Нет. Пока еще нет. Но мы много раз ходили на Твиче. Ну, на самом деле, конечно, я вот это тоже читаю, думаю, господи, чуваки, так вы с Ютубом бороться не сможете. Да, это правда, короче. Ну, миксер же есть, понимаешь? Ой, миксер. Ну, он как бы есть, но как бы все же понимают, что его как бы нет. Да. 37 человек смотрело Фортнер. Алло! Ну, 38. 37 на миксере. Причем это ниндзя, знаешь, все аккаунты, короче. Такой, пацаны, подожди, сейчас я буду. С мобилой, с мобилой открывай. Что ты стоишь? Это вообще iPad. Слушай, смех смехом, но нам Apple перешибла последнюю трансляцию iPhone в сентябре. Да. Мы параллельно с тобой с Лихачевым сидели и из студии ТЖ это транслировали. Да, они, причем, они такие, ну, Apple говорит, мы не при делах, это типа YouTube, YouTube тоже такой, а мы не при делах, это там эти. Короче, никто не знает, откуда это дело. Очевидно, что Apple кого-то подрядила на подобные работы. Алгоритм, я же тебе говорю, он такой, что за говно показывает? Эльзу, блин. В смысле? Да, и мы такие, а что делать? Может быть, куда-то надо стримить это все в другую сторону? Вот сейчас будет еще какая-нибудь презентация в ближайшем? На Twitch, получается. Ну, на ВК и на Twitch, кстати, его транслировали. Ну, вот Twitch, да, ну, ВКонтакте мы еще рассматриваем, как, знаешь, типа, понятно, что там будет странно все это выглядеть, но я слышал, что у них сейчас обновляется тоже это лайв-платформа, и, возможно, они как-то все это докрутят. Если они ее докрутят до состояния, когда это все будет хорошо выглядеть, просто ВКонтакте, конечно, большая аудитория, и там можно все это делать. Ну, просто иногда странно, когда там стримишь, к тебе приходят со странными комментариями люди, типа, привет, кто из вам ко мне 9 лет? Да? Причем это очень странная история. Слушай, я тут стримил как они попадают на эту историю? В пятницу 13-е мы, короче, стримили на официальную группу Лего во ВКонтакте. Ну, у них сейчас новые наборы Hidden Sight. Это такая прикольная штука с дополненной реальностью. То есть ты собираешь набор, потом сканируешь его через телефон, и там всякие там призраки летают. Ставишь один кубик, а вокруг там картина. Ну, они его, кстати, сейчас, да, они его продают в Apple Store в том числе. То есть ты можешь прям в Apple Store купить. Вообще, наверное, лучшая реализация вот подобной комбинации, потому что прям реально круто. И там они лор всякий придумали, сейчас они, видимо, мультик будут делать огромный под эту всю историю. То есть это такая большая-большая франшиза для Лего. А все это очень похоже на Stranger Things, и был еще мультик такой с книжкой, там, дневник какой-то, я же забыл. Грэвити Фоллз, да. А вот это все в кучу, то есть это такая, знаешь, солянка всех этих основных тем. И я стримил в группу ВК Лего. Пипец, то есть там такая аудитория была максимально, значит. Привет, мне 5 лет. Да, 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 да. Ты кто? Как игра называешь? Страшно. Я такой, вау. Но не, мы нашли на самом деле общий язык, прикольно. А ну я с сыном сидел, он как бы собирал, я там пытался отвечать на вопросы, а все спрашивали, типа, спроси, в каком классе, там вот такие вопросы. Но целевая аудитория прям в огонь. Мне в этом плане больше нравится в Твиттере, знаешь, когда там, типа, сидишь, и там, знаешь, девочки, там женские аккаунты такие, типа, разбирают там про оргазмы, про там вот это, про то, про щё, и там смотришь 15-й твит, но завтра на физру идти, и ты такой, ты такой просто, я так что-то читал тебе про оргазмы, там, про бухло, про наркотики, про то, про сё, короче, и завтра идти на физру, а по физике-то сколько домашний, и ты такой... Да-да, и сменку можно не брать. Да-да-да-да, просто как бы, и ты такой, у тебя реально разрыв шаблона просто, что ты как бы читаешь одно, а там... Что на самом деле происходит в интернете, да. Да-да-да-да. Слушайте, но мы хотели потихонечку настрелить закончить, чтобы Валю как бы не задерживаться. Там, кстати, хорошо пишут на Твиче, что сейчас вот 23 тысячи человек смотрят уже 30 часов подряд на дыру, которая вместо Fortnite. Не меняется, да? Да! Да, это хорошо. Это, это, это больше, чем, я не знаю, что смотрят. Слушайте, ну мы вам напомним, что на самом деле слили сегодня трейлер как бы в... уже даже на английском языке второй главы Fortnite, она так называется, Fortnite Chapter 2, там ввели много новых механик, там можно будет, например, рыбачить, плавать, именно плавать, не просто ходить типа по мелководию, плавать на лодке, я так вот что-то спиздили из Black Ops 4, и... Танцевать и смотреть YouTube! Да, там еще, во-первых, новая карта будет. Играть в Call of Duty Mobile, да-да-да, ты играешь в Fortnite, находишь компьютер, на. И, короче, еще введут большое количество новых механик для левелинга, то есть, если раньше, типа, ты играл, у тебя в конце, ну, после того, как ты поиграл, тебе, типа, добавляли XP чуть-чуть, теперь у тебя прямо по ходу дела будет добавляться, то есть, ты просто рубил, там, там, 100500-ое дерево, тебе пишут, типа, молодец, пацан, ты там, 15-ый уровень лесоруба. Медальку, да. Не, ну, кстати, странно, что этого давно не было, мне кажется, ну, и опять же, очень круто, как они работают с всем этим, вот, комьюнити, как они это форсят. Игрушек, слушай, у меня сын вот тоже играет, он же, тебе сейчас, заходишь в магазин, там, вот эти все фигурки, Fortnite, это их, мексиканская, там, это палкой бьют. Пиньята. Пиньята, вот это, короче, да, и там вот куча вот этой, всей фигни, и ты такой, вау, это же вот как снежный ком, они раскрутили в моменте, и прям поперла. Но я это вообще не воспринимаю, я просто... Если честно, все же думали же, что после вот хайпа, когда там футболист играет, она же умрет, а не умерла. Не, оно достаточно, там вот то, что есть строительство, и то, что оно такое все, типа, веселое, ра-ля-ля, оно реально заходит, и, ну, ну, просто, понимаешь, мне сама концепция Battle Royale, она столько не близка. Я тебе могу сказать, что мы тут играли на стриме в Fortnite недавно, и хуй с батл-роялем, ну, то есть, они специально для таких, как мы сделали другие. Они сделали другие режимы, и другие режимы реально клевые. Там есть режим 50 на 50, то есть, во, во, то есть, ты сбегаешь, пострелял, что-то произошло, а у тебя все сохраняется, и ты заново прыгаешь туда уже. Как положено, как калдей, да, 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 вот, и ты знаешь, она в таком плане, она веселая, реально. То есть, мы поиграли, и я такой думаю, блин, а вот теперь я понимаю, почему дети залипают в Fortnite, вот серьезно. причем, знаешь, там у тебя же, типа, чувак приходит, тебя унижают, убивает, и ты тут же прыгаешь с парашюта, и унижаешь его на бушку, и унижаешь его, прямо ты, причем уже, когда летишь уже, да, я помню, что ты здесь стоял, у плюда, да, на голову ему падаешь. Именно так, а у тебя еще все осталось, и ты только спрыгиваешь, как-то тут, ты уже тут же этого чувака убиваешь, тут он убирает, и тут теперь он тебе на бушку спрыгивает. И вот вы, короче, весело весь раунд занимаетесь. Да, 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 при этом еще параллельно люди превращаются в восьмиэтажки, понимаешь, как бы, и ты такой, типа, прикольно. Не, странно, например, вот тот же Overwatch, ну, понятно, что там немножко другая core механика, но они как-то вот упустили этот момент, и что-то, то есть оно, конечно, никто не может, как Epic Games, так быстро выкатывать обновления. Ни у кого, у нее заодно из игр не получается. Слушай, ну, Epic Games же тоже до Fortnite не славилась подобная игра. У них лайв-команда, что-то типа там 500 человек сидит и хуярит эти просто сеты, сценарии, галенкиных там, знаешь, хлыстами херачит. Работай, давай, короче. Не, ну, на самом деле, это очень круто. Знаешь, получается, они оседлали волну, ну, то есть они попали вот в какой-то момент. Это, на самом деле, мне нравится эта история, как Wargaming с танками, знаешь, типа, а давайте выпустим странную, короче, херню, типа, танки онлайн, га-га-га, что происходит? Примерно то же самое. Я еще помню те ролики, когда танк давил какого-то орка, и написано, World of War, и такой, Warcraft перещеркнут, танкс. Вот, да, и здесь же тоже получается игра, которая приучила бесплатный режим, а-ля, ха-ха-ха, давай, пам, просто в космос. И они умудрились это все не профукать, и как-то, знаешь, это на волне уехать в закат. В этом плане мне больше всего понравилось. Делаем подкаст для детей. Я готов. Кстати, да, я могу сказать, 10 вилок в Fortnite. Несколько подкастов, кстати, для детей, сейчас выпускаются в России, но от них очень смешанные отзывы, говорят, что очень тяжело считать аудиторию, потому что большая часть аудитории, это родители на своих, там, типа, телефонов включают детям, вот, и говорят, очень противоречивый отзыв. С одной стороны, говорят, что, типа, вот тут зумуру детям говорить, а другой... Детская аудитория работает очень опасно. То есть, если ты делаешь детский контент, вот как на YouTube, ну, типа, знаешь, такой, то как бы это одно, а если ты делаешь детский контент, что-то все-таки пытаясь что-то, чего-то более осмысленное донести, там очень тонкая грань, где как бы... В этом плане, мне понравилась очень рассказа Лига Кремер о подкасте, который называется, что-то типа, собака дневник съела, или что-то такое было, и, короче, она говорит, что мы были в шоке, когда узнали, что этот подкаст, 99% слушателей, люди 35+, и она говорит, мы его делаем... Хотя там такие детские все... А там 13-летние дети рассказывают типа про школу, и они такие, как так, короче? А потом они поняли, что просто родители хотят услышать, что говорят дети, чтобы понять лучше своих детей. Во! И они осознали, что они попали вообще не в ту аудиторию. То есть они планировали для детей сделать, а в итоге попали про детей. Ну, обо всем этом уже снята серия в парке. Все уже, все придумано до нас. Это правда, абсолютно. Потому что South Park реально же смотрят только взрослые. Не-не, там же реально поднимаются все эти темы очень. Я когда, ну, South Park увидел, думал, что за адская дичь, на коленке сляпанная. То есть, как раз к вопросу о форме и содержании, да, то есть, ты такой, типа, ну, полная хрень. А потом посмотрел серию 2, такой, а вот в чем прикол. Ты, кстати, знаешь, что они сейчас, например, они, почему настолько актуальные серии выходят? Потому что у них продакшн идет за один день. Да, и там была какая-то, что-то сорвалось, там какой-то был а-та-та. Слушай, ну, это круто, они всегда актуальны, всегда очень такие, ну, как бы. Я всю жизнь думал, что South Park делается из картона. Ну, как делались первые там сезоны. Ну, да, первый сезон. Он делается, сука, трехмерным. То есть, это в мае 3D-модельки, просто они плоские. Ну, при этом там сложные а-ля продакшн. Да, да, продакшн сложный. Но сам факт того, что они позволяют вот, быстрая история, то есть, в понедельник Мэтт Мэтт Стоун или там Трой Паркер пишут сценарий, там в среду они его озвучивают, в пятницу серия... На сцене событий, которые вот сейчас гудят у всех, и они так... Да, В пятницу серия типа выходит, в субботу они там условно, или там в воскресенье, они ее отдают на канал, и в понедельник канал уже показывают. То есть, не, очень круто. Действительно, ну, сейчас видишь, так все быстро меняется, что ты когда со своей актуальной шуткой выходишь, все уже забыли, в чем прикол, да. Не, ну, это абсолютно правда, учитывая, что у нас там мемосы умирают там за неделю. Уже все мемосные каналы, там в Твиттере везде постят календари мемов, типа в какой месяц, и какой мем, в этом месяце мы угорали вот. Ну, это, конечно, максимально тоже, как бы странно выглядит, и вообще как современные... Ну, сейчас же вот про звонки, да, все обсуждали в Твиттере. Ты такой сидишь, ну, в принципе, я поддерживаю мысль, что звонить не очень надо. Все это как-то странно. Но зарубаться по этому поводу в Твиттере. да, они в Твиттере не будут, И, значит, там пытаются объяснить эти этим, потом те тем, кто прав, кто виноват. Потом переключились все вместе, побежали хейтить там, эту, еще какую-нибудь там активистку. Китайцы с Blizzard, ты что? Все. Да, да, китайцы с Blizzard подъехали, ура. Не, очень много информации. Я, ты знаешь, вот периодически бывает такой детокс, типа, на день выключился из интернета, и ты такой возвращаешься, ух, ни хрена непонятно, типа, ты такой, знаешь-ка, как, знаешь, типа, ты игру дропнул на какое-то время, все там вкачали себе по 40 уровней, и зашел, и ты такой, пацаны, а что прикольно, они там как-нибудь рейдбоссы пилят, а ты еще как бы там ничего не можешь, и ты такой, что происходит? Иди с нубами играй, лол, вот туда в песочницу. Не очень ориентируешься, потом такой подкачался, такой, а, пацаны, сейчас я догоню. Кто там что, про телефон говорил? Да, да, зашел, там уже все изменилось, телефоны не те, такой, что, айфон уже... Уже про Китай шутят, короче, все понятно. Айфон уже не тот, все происходит, что? Не, все утекает завтра, вот презентация пикселя четвертого, так он утек уже, знаешь, там в круг в два раза, и все уже про него все знают, это самый утекший телефон ever. Мы-то, кстати, угорали по поводу того, что мы же приглашали к себе подкаст Бена Гескина, вот этого чувака, который все эти рендеры, вот, и он же, ну, один из первых нарисовал, типа, этот рендер айфона, и нарисовал его там как раз первый раз с черным модулем камеры, которая была, да, и мы сделали вывод, что, типа, большое количество китайцев просто по его рендерам взяли и сделали себе кучу моделей, включая пиксель, с черным модулем такими камерами. самое смешное, когда они эти же модели, ну, то есть, не финальный рендер, а нас, глухов, берут себе китайцы, знаешь, на презентациях, то есть, они вставляют вместо модельки айфона, потому что сидит чувак, пишет там, айфон 11, ему там первая попавшаяся модель упала, это старая какая-нибудь там 3D история, они херачат и вообще не парятся, а потом на основе этих строятся другие, те взяли у тех, на итоге непонятно, кто у кого что украл, но по факту все одинаковые, ты такой, эээ, да, 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 но вообще, пиксель, меня единственное, что удивило, то, что там же слили уже все их там спеки, у него максимальное место вроде как будет 128 гигов, и я так понимаю, что туда нельзя будет SD-карту всунуть, да, 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 там такая же логика, это не премиум телефон, ты понимаешь, а у них же сейчас это Google One называется, пробора, где там вот туда же влили драйв каким-то раком, боком, и тут публиковали самые прибыльные приложения, по-моему, в App Store, и на первом месте Tinder, что как бы, ха-ха, Tinder, а где-то в первой, наверное, десятке, вот этот Google One, то есть они реально очень круто себя чувствуют именно на продаже вот этих виртуальных гигабайт, возможно, они тебе скажут, чувак, вот тебе 128 гигов физических, и еще условно 128 в нашем классном облаке, и купи себе, если что еще. А если ты живешь день-нибудь в Вьетнаме с хуевым интернетом, то... И 128 хватит на там какой-то, тем более, что он там не продается, Pixel, кстати, проблема Pixel'a одна, он нигде не продается за поделами, там, США, Англия, может, еще там пару месяцев. У меня на работе целых два разработчика купили себе Pixel 3. Угу. Не, а он как девать, тем более он сейчас стоит что-то порядка там 400 долларов, слушай, типа сильно дешевле рынка и iPhone, и все что угодно, за эти деньги отличный девайс. С лучшей камерой для света. Да, да, лучшая камера, хороший Android, ну, дизайн многие хейтят, но дизайн действительно спорный. Ну, так и, блин, что, на него вешается, у них есть прикольный оригинальный такой матерчатый чехол. Да, я видел как раз сегодня. Вот, и он такой весьма секси, ты с ним ходишь и вообще нормально. Особенности ты программист. Особенности ты программист, да, ты как всем доказываешь, почему у тебя не iPhone. Да, 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 да. Нет, вот у нас есть, у нас есть вот такая его фигня, мы сделали обзор, это первый Pixel, Pixel XL, который сейчас на Алиэкспрессе стоит 11 тысяч рублей. На него до сих пор можно поставить Android 10, ну, прям официально он прилетает по воздуху, и ты за 11 тысяч рублей получаешь телефон с 5,5 дюйма экрана, с 821 Snapdragon процессором, с неплохой до сих пор камерой, на Android 10, и он стоит 11 тысяч рублей. Ну, это очень даже неплохо приложение, на самом деле. Ну, типа, да, не, не, конечно, есть сейчас Xiaomi, который там, вот особенно этот Redmi Note 8 Pro сейчас порвал пополам, официальная цена 17 тысяч рублей, и он прям, типа, прям вообще все, все поломал, но в целом, если ты как бы не хочешь быть как все, если ты такой немножко весь неочевидный, дурковатый. Бери пиксель, да, нормально. Не-не, ну, то есть, старые вот эти все пиксели сейчас, и, кстати, второй, третий тоже адекватный длинный стоит. Блин, ну, посмотрим, что там четвертый навернёт, но я чувствую, что полтора миллиона человек на его презентацию смотреть, конечно же, не будет на YouTube. Тем более, что, да, да, да. Слушайте, а помните, был Yota Phone, куда он делся? Его продали китайцам же, а китайцы его думали, думали, что с ним делать, и там, по-моему, куда-то слили. Ну, то есть, не стали делать, да, какие-нибудь там китайские двухсторонние телефоны? Ну, слушай, он был, на самом деле, видишь, какой-то полумёртвый концепт уже на стадии второго телефона, все как бы угорели с него, ну, на самом деле, выиграла от всей этой байды Yota Devices, которая слила этот неликвид китайцам. А китайцы на фоне дружбы, знаешь, Путина с Си Цзиньпином такие, типа, ладно, берём. Ну, и, короче, забили на него. Похоронили просто такие, ладно. Ну, просто он как бы там же реально технология. Да, пишут в чате. А помните, был Яндекс Телефон? Да, Яндекс. Слушай, Яндекс Телефон, это вообще, кстати, я же общался с разработчиками, которые делали Яндекс Телефон. Я тоже. Да, нет, они реально собирали фидбэк, они общались с людьми, и я им говорил, я уверен, что мне, ребята, девайс, ну, типа, средний китайский аппарат. Да, у вас там, типа, свой лаунчер, хрен с ним прикольно, продавайте его, типа, за, там, не знаю, 7 тысяч рублей, и вы будете лучшей компанией в мире, вас будут все любить. И что, они такие, да, да, окей. И выходит этот Яндекс Телефон за 15 тысяч. 15 тысяч, да, и ты понимаешь, что за эти деньги он просто неконкурентно способен ни в каком виде. Ну, короче. Причем, ты знаешь, это же очевидно было не бизнес-идея с точки зрения Яндекса. Они не пытались заработать на этом телефоне каких-то там денег особо. Это пиар такая. Мне эти самые разработчики говорили о том, что это развитие экосистемы и застолбление рынка за собою как игрока как бы на рынке экосистем. Я говорю, подождите, вы о каких сейчас экосистемах говорите? У вас, может быть, есть уже там Яндекс Хоум, или можно с телефона управлять машиной, или, может быть, как бы можно пролить колонку из телефона, или что-то телевизором можно пролить. Это вот о какой экосистеме вы говорите? Они говорят, все впереди. Я говорю, да, но телефон-то вы сейчас выпускаете, и цель телефона это, типа, как вы говорите, развитие экосистемы, но кроме телефона в ней ничего нет. Я говорю, правильно? Правильно. Ну, он такой, ну, вот так вот. Интегрировать. Ну, короче, как, знаешь, как пиар, они могли прям рвать рынок тысячи, пускай продавать его себе там условно в ноль в убыток, но это как с консольным рынком, знаешь, типа, на старте ты должен немножко пострадать, чтобы собирать классы впоследствии. А тут они прям сходу такие, сами себе дуплетом в ноги стрельнули. При этом Яндекс.Станция, кстати, она же вот тут обновилась, у них теперь мини-версия есть такая. Маленькая, да-да-да. Она, кстати, прикольная. Я вот себе подумал то, что я бы взял, но я не могу понять, да, нахера она мне нужна. Ну, типа, знаешь, у кровати ставить ее или где-нибудь на кухне а-ля Алиса погода, поставь таймер на 20 минут, закажи такси. типа, прикольно, там, типа, где тебе большая станция просто не нужна. Она не умеет заказывать такси. Что? Она реально до сих пор не умеет заказывать такси? Нет. Работают навыки, навыки, ну, блин, не научились еще навыков. Но, нет, она сколько? Она маленькая, тысяч 3-4-5 стоит? По-моему, 3-900 она стоит. Что-то такое, да? Слушай, за 4 нормально. Она даже тебе музычку поиграет. Ну, типа, такое баловство а-ля, знаешь, хороший подарок а-ля хрен знает, что этому чудаку подарить. Пускай с Алисой общает. Вот это ты сейчас сказал как бы по поводу подарка. Я вспомнил, что я же заказал себе пылесос в машину. Сука! И он мне приехал. И самое главное, в его описании он начинал с того, что лучший подарок вашему любимому автолюбителю. Я вспомнил, что я реально заказал такой пылесос. Пылесос для автолюбителей, конечно. У тебя, кстати, есть пылесос, а? У меня есть Blackstar мойка. Что? Слушай, кстати, я просто случайно к ним заехал, и я такой, ну, давайте, пацаны, удивите меня. И ты знаешь, реально качественно делают. Ну, там, по сути, там от Blackstar только вот это название и душный, душный лейбл где-то рядом. А чуваки просто хорошо, качественно моют машины. А мой в черных перчатках? Не, у них там, знаешь, у них там такая лаунж-зона прикольная с PlayStation'ами. И прочими радостями. Кальянами, вот эти кальяны. Ну, они так очень быстро и грамотно. Просто я что-то подустал. Я вот у всяких этих диких людей мыл машины. Мне, например, вот Range Rover, они грязными тряпками, вот, он такой двухцветный, черный сверху. Они прямо уцарапали сильно. И ты, как бы, вроде как недорого заплатил за мойку, но потом тебе дороже будет машину восстанавливать. Здесь я посмотрел, ну, реально, как бы, они там там те же работают примерно люди, но с другим подходом. Ладно, короче. Тем временем, тебе Юджин заез там 1600 рублей. Охой, охой! Спасибо, ты чего? на ночь глядя. Ну, под это дело можно пойти и отдыхать. Слушайте, ребят, хотели поблагодарить наших верных патронов, которые нам заносят больше всего денег на Патреоне, короче, и это 5DTrade, Alex Woodblock, Александр Павлов, Алексей Петров, Алексей Кольцов, Антон Серебренников, Антон Жмуров, Артем Логинов, Артур Глюлин, Back to School, DayLogin, 15 октября в Москве бесплатная конференция по Data Science, Funkupop Russia.com, рекомендационные фигурки в России, fx4trader.ru, Григорий Яффа, Илья Кузнецов, Иван Вкачев, Джаггер Меш, Маринад, Алекс Колов, Майк Брюханов, Мистер Берни, Орех, Павел Петлич, Павел Стариков, Полониум, Реплей Гейм Кафе в Санкт-Петербурге, Слава Украине, Ти Юджин, Валерия Неборская, Варвара Яффа, Владимир Ходоков, Владислав Сульянов, Вова Сельмощук, Зив, Алексей Пазников, Арсений Вайс, Аугументированный апельсинок, Гопник с автозавода, Дмитрий Лобаков, Женя Тонев, Михаил Аронов, Сергей Зарклименко, Ярослав Хорищенко. Теперь, Валер, ты понимаешь, почему меня зовут звать и рассказывать на конференциях, как монетизировать подкасты? Да нет, слушай, на самом деле, не-не, ну, кроме шуток, сейчас подкасты начинают активно набирать и уже как бы долгое время находятся на подъеме, в том числе, благодаря вам, как пионерам и людям, которые это все форсили тогда, когда это не было популярно, модно и молодежно. И это очень круто, что подкаст приносит доход, позволяет хобби совмещать с чем-то полезным и для себя. Потому что, ну, вы же согласны, что если бы подкаст совсем не приносил денег, то это все можно было дропнуть давным-давно. Да, где-то выпуски на втором. Да, и многие люди как-то очень быстро забывают о том, что, ну, творчество творчеством, но если ты как бы тратишь на это время силы, нервничаешь, переживаешь и тра-та-та, и оно все как бы уходит в пустоту, но это все очень быстро заканчивается. Поэтому, кроме творческого подхода и идеи, и реализации, очень важна монетизация. И когда люди, знаешь, такие типа, мы все классные собрались, что-то поделали, а как зарабатывать мы не придумали, ну, вот оно все на втором выпуске реально и заканчивается. К сожалению, да. Это все так же круто и так же важно. Если людей получается монетизировать это все органично, так, чтобы это не душнилого было какое-то. Слушай, я, кстати, сейчас эти вот каперы на ютубе, меня аж трясет. Слушай, я заканчивался. А сейчас очень много стало этих, знаешь, прогнозы на ставки, вот эта вся история. подписывайся на мой телеграм, я тебе продам стратегию, типа, стопудово поднимешь. И вот эти молодые, Вулкан ненавидит своего старого специалиста, который расскажет, как обмануть онлайн-казино. Да, да, мы сейчас будем грабить букмекеров. Я, кстати, такие же видел про инвестиции финансовые, примерно, то же самое. типа, а так они все работают. Рабочая стратегия. Они все ходят, знаешь, в одной этой команде, то есть там и пирамиды, и все эти финансовые штуки. Просто это молодые достаточно ребята, их очень много, они, знаешь, набрали какую-то скандальную популярность там пранками, не пранками, а сейчас каждый второй, ну, сейчас это начали сильно шеймить на ютубе, и вроде как они там пока ушли в подполье. В телеграм. Нет, это все в телеграме и происходило, то есть типа, подписывайся на мой телеграм-бот. Но это, это прям очень плохо. Причем они, знаешь, как бы кичатся, что я типа вот на ламборгини себе заработал, и ты понимаешь, что они кинули там несколько тысяч бедолаг, которые хрен знает у какой там мамки отжали 3000 рублей, чтобы на эту стратегию поставить. Мало того, что они профукали 3000 на стратегию неработающую, так еще и на ставки что-то потеряли. Ну, то есть это прям такой, знаешь, это же как обычно, как были финансовые пирамиды и как и в принципе все это стратегия. Там, знаешь, особая проблема в чем? Их особо никто хейтит, то есть ты как бы когда видишь таких откровенных, ну, прям, моральных уродов, ты ожидаешь, что заходя в комментарии ты увидишь праведный гнев, там, знаешь, людей. Нет, то ли они там вычищают комменты с утра до ночи, то ли я уже что-то перестал понимать, ты же помнишь была история с этим сервисом, с Кэшбери, с Кэшбери, да, короче, и когда чувака прижали, короче, и ему пришлось закрыть компанию, за него там начали уже дело заводить, и все говорили тогда не то, что типа, а, пиздец, вот как, вот да, его надо там прижать, и говорили, ничего-ничего, сейчас он новую компанию заведет, сейчас, короче, мы перепрыгнем, залетим, отыграемся, перепрыгнем на новое, отыграемся, и ты понимаешь, что люди реально с ним сидят, типа, готовы в любую его следующую хуйню запрыгнуть. И они как бы, знаешь, типа, хейтят не его, а типа чуваков, которые перекрыли кислород, и типа из-за вас, то, что вы его там преследовали, он не смог, значит, развернуться. Моя любимая история в этом плане, это про русский дом Селлинга, это было в 90-х, может помните такую историю? Там же история была в том, что кто-то из наших поп-звезд тогдашних, по-моему, Киркоров, но занесла туда 2 миллиона баксов. И после этого все, буквально все там поп-звезды понесли туда деньги. Какой-нибудь там Ефим Шифрин понес туда деньги, там Надежда Бабкина понесла туда деньги. Это просто, просто все, кто вот слышал про это, говорят, ты что, ну если Пугачева занесла, то это точно выгодный вариант. Нормально, сейчас поднимем шоколадь. Не, не, понимаешь, ты сидишь, пилишь честную рекламу, такую хорошую, тебе за любую херню в лицо прилетает в полный рост, а тут чуваки в нагло обманывают свою аудиторию и все такие, да, смешные ролики снимаешь, давай еще. И ты такой, серьезно, что ли? Разыгрывай айфон. Не, а, слушай, с айфонами тоже, сейчас вот волна же шла айфонов, да, и, ну, только ленивый не пофорсился на теме айфона, и я посмотрел, как отработали непрофильные каналы всякие там, пранкеры, челленджеры и прочая херня. Слушай, у 95% на обложке зеленый айфон 11 про макс, такой, знаешь, с тремя камерами, а в ролике какой-нибудь айфон 10R, айфон 10S, вообще не тот айфон, который они, как бы, порсит. А у еще какого-то процента это либо китайские фейки, знаешь, такие по 5000 рублей продаются, либо макеты, и тут вообще такой, чё? То есть там чувак какой-то, знаешь, детский канал, типа давайте, чё будет, если айфон, что-то там сжечь горелки, ну, это полная херня. И у него реально фейковые китайские айфоны, они вот лежат на любом рынке за там 5-7 тысяч рублей. И всем плевать, то есть как бы, на мой взгляд, это прям откровенный обман, это какое-то неуважение к аудитории, но когда аудитория 7-летние дети, им как бы вообще плевать, что там за айфон, да, и когда гонишь, на обложке все красиво, а дальше там внутри как бы полная хрень. И я такой сижу, блядь, зачем мы паримся, зачем мы все это сложно делаем, тратим кучу денег на... И тебе еще прилетает. А мне еще, а я еще, знаешь, за любую херню еще и в лицо прям. Ты такой, ааа. Но, не, на самом деле, это, конечно, есть, опять же, но большинство прям подавляющей аудитории суперадекватные люди и максимально все правильно понимают. И мне никогда в жизни в приличной встрече никто не предъявлял, знаешь, типа вот и рекламировал какую-нибудь херню, я купил там, теперь спать не могу. В основном все подходят супер на позитиве. И ко мне вчера буквально подошел дядька на улице у магазина. Я приехал в магазин, знаешь, там, пятерочку. И он такой, Валя, можно сфоткаться, и мы фоткаемся. Он говорит, я, кстати, на айфон, а у него там, типа, ну, может, 10s, может, 11, я там не видел. Я, говорит, с айфоном заработал на квартиру. Я такой, звучит как cool story, дядь, чё? Он говорит, да, прикинь, у меня был, типа, Samsung какой-то херовый, старый, он меня дико бесил, я его лишний раз пытался в руки не брать, потому что он лагал, он это всё. И в какой-то момент он меня дико, типа, запарил, а жена, типа, моя смотрела твой канал, и вообще такая яблочница. И вот, говорит, я этот Samsung, там, какой-то, Китай, значит, на андроиде разбил, а потом купил айфон. И ты, говорит, знаешь, так мне, типа, зашло, и тут почту отправить удобно, и тут что-то, я, говорит, стал партнёром отвечать чаще, тут там прайс-лиз скинул, и, говорит, что-то пошло-поехало, и я там пару сделок заключил под эту историю, и вот, типа, купил квартиру на всех этих сделках. Ну, типа, без айфона вряд ли бы я этой хернёй занимался, и, скорее всего, бы ничего не заработал. О, звучит как да, интересные кусты. Ну, ты тоже так и говоришь, я тоже заработал. Я тоже заработал на айфонах. Неплохо. Вообще, я могу сказать, что на айфонах кормится просто огромное количество людей. Слышь, айфон, айфон, животворящий просто. Работай, айфон. Слушай, ну, мы тоже зарабатываем по чуть-чуть на айфонах, как бы, конечно, спасибо Apple, что придумала подкасты. Тиверджин, за днём 160 рублей пишет NeverEnding подкаст. Слушайте, да, надо отпускать Валю, потому что я чувствую, я чувствую, уже, уже это самое, Валя впервые дорвался до микрофона. Я лишь давно, давно не вещал. Давно не было, да, да. Много контента, потому что производим разного. Слушай, ну, кстати, сейчас полегче стало, ребята у меня пилят-пилят, и я прям появилась какая-то. Блин, да мы помним, как полегче, мы как-то к тебе туда приезжали, короче, и ты такой, типа сидишь такой убитый, приходит Илюха вчера, и ты говоришь, чё, блядь, сидишь, давай, пошёл, снимай, это такой, не, он молодец, на самом деле, он молодец. Чё ты такой, всё, у тебя сейчас обзор, давай, давай, ты такой, он чувствует себя продюсером, не, молодец, на самом деле, всё это ради смеха, как бы у нас форсится, но все ребята, видишь, замотивированы, поэтому все, как бы, друг другу пинают, и таким образом, что-то происходит, потому что, если бы я сидел один, наверное, было бы всё грустнее в разы, да, так оно происходит, ну что, мужчины, огромное спасибо, что пригласили в гости, спасибо, приходи к нам почаще, да, 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 мы тебя будем приглашать, ты будешь такой, типа, давайте, пацаны, поставь, зайду к вам, не, я тут прочитал в твиттере, очень смешное, когда, знаешь, типа, а ты правда из Москвы, да, скажи что-нибудь подмосковское, ой, ты знаешь, так мало времени, давай встретимся в феврале, я такой, да, это очень хорошо отражает, в принципе, мое существо. Если честно, это абсолютно правда, потому что мне тоже пишут, как бы, я буквально, знаешь, мне тут, ну, из-за того, что много работы, я написал, типа, женщина говорит, типа, нужно записать вебинар, или что-то, всё, говорит, вы когда сможете записать, я говорю, давайте в декабре, она такая, а почему это в декабре, я говорю, вы понимаете, что мне нужно в ноябре оказаться четырех разных, точках мира, только в одном, вот в ноябре, вот такая, типа, да вы чего, я говорю, ну, да, вот так получается. Такое состояние, где-то в промежутке вебинар не влазит. Да-да-да, к сожалению. Нам, кстати, все в чате пишут, что ждём Валю на ДТКД, Валя не бухает, Валя не бухает. У нас есть вечернее шоу, мы приходим, короче, и в формате, говорим вообще о чём угодно, примерно, как мы сегодня, только мы обычно бухаем, и у нас сидит тонна народу, как бы раза в три больше, чем сегодня, вот, и как бы все в пятницу вечером, все в говно, короче, нам пишут всякие штуки, там, типа, донатят, как бы, и мы обсуждаем всё, что только приходит в голову, как бы, ну, это очень весело получается, у нас, ну, хорошо довольно заходит, у нас уже есть даже выпуски, там, типа, по несколько десятков тысяч просмотров, как бы. Да, я только за. Может быть, в эту пятницу, наверное, не смогу, но так, зовите. Призовём тебя, короче, или, или в полный рост, на кухне садишься. Ты нам рассказывал про кухню ещё год назад, ты что-нибудь в итоге сделал в ней нормальное-то уже? По контенту ты имеешь? Ну да, чтобы прям... по контенту что-то... Вообще, слушай, было же куча идей, и они остаются. Но увидимся в декабре, да? Не, на самом деле, я, знаешь, как реально вот так и моргнул, сейчас в девятнадцатом году, значит, всё будет, так херак сентябрь, в смысле? А где девять месяцев, что это было? То есть, как-то, ни на что времени не хватает, реально. Я уже, знаешь, сижу как этот... Ну, как сказать, как в шахте, в забойной, то есть, прям, голову поднял, ох, не хера сентябрь, раз уже двадцатый год. С одной стороны, это круто, конечно, но, блин, тоже свой отпечаток накладывает. Поэтому, когда люди такие, вот, ты там сидишь, денег дохеря, лааа, ну, сядьте на моё место, я думаю, что вы охереете через неделю, и такие, зарплата 100 тысяч, замечательно. А 50 ещё лучше. Ответственности никакой, ничего делать не надо. С девяти до семи поработал, ура. Да, короче, да. Короче, если что, позови на курс, придём, будем бухать у тебя. Ты знаешь, что говорят, ты говоришь, что только сейчас не сентябрь, октябрь, октябрь. Я, вы понимаете, октябрь, в смысле? В смысле, октябрь, это уже ноябрь, что? Да, октябрь, середина ровная, завтра уже, оп, и ноябрь. Не, это, конечно, очень тяжело, реально, за счёт всё меряется, какими-то такими вспышками, как бы, что-то происходит, пау-пау-пау, куча людей, и у меня на этой неделе только каких-то прям разношёрстных, причём мне нужно там про машины снять, про гаджеты, про игры, про всё впруг, ещё встретиться с кучей людей, и ты такой, вау. Ты ещё кулинарное шоу не ведёшь. Ещё кулинарное шоу, да, ещё сегодня я, например, к вам приехал, я с МКС общался с нашими космонавтами. Ох, и фига, серьёзно? Да, прямая связь с МКС, Александр Скворцов, и он такой ещё смеётся, и говорит, ты Скворцов, ну, я Скворцов, ты Петухов, мы там типа сейчас споёмся. Птичий хор, я такой, да, окей. Такие шутки Советского Союза. Не, а там, понимаешь, ЦУП, там, короче, НАСА, там же всё, оказывается, все связи с космосом, ну, то есть, они просматриваются всеми. То есть, наши чекают американцев, американцы наших, нельзя связаться с космосом, так, чтобы об этом не знали все. ЦУП майору Пинчуку. Да, там всё, короче, суперрегламентировано, там типа ЦУП-ЦУП, очень круто, и это всё как бы видео и связь, и ты такой, А кто инициировал? Ты тебя там Скворцов попросил, приведите мне этого там. это, знаешь, это, это ВКонтакте, как оказывается, партнёры Роскосмоса, они всё это форсят, и у них какое-то шоу под это дело будет выходить, или выходит. Ну, короче, это прям вот такая история, но как бы квинтэссенция всего, это ты реально полчаса общаешься с космонавтами на МКС. Там типа, знаешь, на фоне летают американцы, вот, значит, наши космонавты. А они будут приглашать кого-то ещё, кроме тебя? Да, да, там типа каких-то людей приглашают, с ними общаться. Вот я был в новом, а, да, да, это второй сезон, значит, был первый, а в новом сезоне я буду в первом выпуске этой истории. Я такой, типа, понимаешь, там пообщался, сюда, причём я когда соглашался, я такой, космос, чего, ладно, если приеду. Потом приезжаю, я такой, вот тебе космонавт, я такой, чего? Не, это очень круто, когда, ты знаешь, ты как бы ни хрена не выкупаешь, что происходит, а потом раз-раз и ты где-то там с кем-то пересёкся. А о чём общался-то вообще? В чём был случай? Ну, прям у всякие вопросы там, типа, каким айфоном пользуешься? Ну, как обычно, а как вы какаете? Не, не, кстати, такие базовые вопросы их, конечно, задают. Не, у меня был про гаджеты, а, там очень смешной кадр, я говорю, у вас же, наверное, куча всяких фото, видео, камер, чем лучше пользоваться, там, экшен, экшен камеры маленькими, либо в невесомости, там же, ты не чувствуешь, насколько здоровая камера, может быть, есть что-то большое, он говорит, да, у меня, знаешь, реально просто, да, у него реально мимо, вот такая херня, с вот таким объективом, он говорит, ну вот, как раз мимо пролетало, они обычно где-то закреплены, а тут типа кто-то бросил, и там вот такая ебала лети, знаешь, с таким объективом, типа там 8 тысяч, он такой, хочешь, я тебе сейчас сфотографирую в твое окно, он такой, он такой, типа, я киношки смотрю, там вот, посмотри вверх, да, я, говорит, это, матрицу пересмотрел, тут нормально, вот, а вчера Кенуриф звонил, да, нормально пообщались, причем он говорит, я могу позвонить в любую часть мира, мне типа все можно, типа, никто не откажет, знаешь, когда МКС, НАСА, все дела, ну, конечно, такие вещи, там типа, беговая дорожка у них есть, они там 2 часа занимаются спором, беговая дорожка на МКС, беговая дорожка, причем какая-то лютая, говорит, американская разработка, я, я знаешь, что я себе представляю, когда я вижу беговую дорожку, помнишь, что тут кадр из космической Диссее, где он по кругу бегает, вот так вот. А я, кстати, его спросил, я говорю, а что вот всякие там магнитные, вот и где все эти технологии-то топовые, это в кино показывают, вот эти, знаешь, фантастика, типа магнитные ботинки, он говорит, ну, это, наверное, чтобы просто не париться с невесомостью, режиссерам проще придумать такую херню, алик гравитация, потому что, говорит, в космосе вот это состояние невесомости настолько кайфовое, что ты ни в коем жизни не захочешь ходить по этой станции. А потом у тебя через год атрофируются мышцы. Не-не, а у них как раз, не-не, вот у них как раз поэтому, видишь, ежедневные нагрузки, минимум два часа, чтобы держать в тонусе все органы. Причем они... Больше года никто там толком не проводит. Да, да. Несколько человек проводили больше года. Ну вот, да, потому что, и там с... А он говорит, потому что организм расслабляется, типа даже сердце там как-то влияет, потому что даже сердцу не надо напрягаться, оно там начинает, типа, халтурить такое. Хуёмничать. Да, такой типа, там лишний удар, за какой нахрен он нужен, как бы. Вот. Ну так прикольно пообщались. Ну там, знаешь, задержка, там же там 3 секунды задержка. И ты как бы говоришь... Сэндвич сделал. Слышно. Не, ну, причем ты как бы общаешь, ну я же с кучей людей общался, интервью, то-се. А тут как бы космос, и ты такой, ва, что-то как-то неловко все. А еще как бы ты понимаешь, что тебя в параллели слушают вообще все. И тебе вдвойне неловко. А ты такой, а что там магнитные ботинки, когда... Они такие сидят там, да господи, блядь, каждый раз, каждый ебаный раз, ну да, 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 да. Не, ну я думаю, что конечно их спрашивают. А, потом мне соответственно выдали еще шурму в тюбике. Там, короче, там оказывается... У них есть, типа, любой вид еды, они сейчас реально туда фастфуд залетают. То есть у них там есть бургеры в тюбике, шурма и картоха фри. Причем он такой, совсем не похож на то, что ты там на заправке можешь увидеть. Это другая хрень. Вот. Но я не угадал, они говорят, угадай, что за ебаный. Вообще на шурму не похоже. Я говорю, сырного лаваша нет, я как бы сразу не выкупил. Там ты ж такой, аж от стоит, такой, слищ. А ты такой, а ты такой, а вот и лаваш. И вот тебе заправка из кота. Блин, знаешь, это классно? Блин, крут у тебя, видишь, выпало сразу и с Хасланом, и с космонавтами, короче, все вместе. Все, не зря понедельник провел. Все, Валь, давай, пора договариваться с Сулонным Маском. Да, ведь все, все контакты, ты че. Не, я тебе хочу сказать, знаешь, на самом деле, если суетиться, то, то как бы все происходит. А можно не суетиться. С листимым куком там. Ну, ты че, я же был в Купертинище вот в апреле, как раз, я так залетел, вообще не действовал. Такой, так, мужики, стоп, стоп, вот иди сюда. Очень круто. Опять же, знаешь, я стою, такой поворачиваюсь, а там стоит, типа, этот Кевин Линч, который у них за Apple Watch отвечает. Я такой, все, блин, в смысле? Дядь, ты типа реальный. Они вот, меня, конечно, поражает, что там, знаешь, если ты, то есть, ты туда не, левые люди туда не попадают вообще. Но если ты попал, то как бы там вообще полный, вот, вообще, давай, у тебя есть шансы, ты такой попер просто со всеми. Ну, так давай с Тимом Кукол, как там, да надо, надо, сейчас мы, нет, мне говорили, что он ведет, то есть, ему засылают периодически, ролики, ну, как знаешь, типа по рынкам там. Что там в мире делают? Да, типа вот есть такой чувак, он там типа, ну, то есть, я не знаю в каком это виде, но типа Тим Кук о моем существовании знает. Вот. И ты такой, годится. Ладно, такой good enough просто. Да, да, ну, это очень приятно на самом деле, то есть, это вот все такие вещи. Опять же, вот к вопросу о трех рукопожатиях, это все опять на себя, то есть, ты, и ты как бы реально со многими как-то можешь, найти контакт, было бы желание, я на самом деле не всегда прям пушу вещи, потому что, ну, ты не можешь как бы везде разорваться, но ты знаешь, вот прикладываешь какие-то усилия, и всегда все складывается, там, хочешь интервью сказать зимой, типа, напрягся, она, то есть, всегда можно найти пути решения этой или иной проблемы, поэтому, знаешь, когда мне в интернете особенно пишут, типа, вот, ты там типа зажрался, а я вот сижу на жопе ровно, и мне что-то денег нет, ну, как бы, ты сам ответил на все, просто не все на самом деле хотят, знаешь, я о чем и говорю, что... уверенность ответственности с деньгами, тебе хочу много денег, но не очень хочу ничего делать, ну, так ты определись, если ты хочешь денег, тогда будет у тебя куча геморроя, а может быть, чуваку реально кайфово на своем месте, понимаешь, вот он зарабатывает деньги, он не особо куда-то стремится, так же что-то там делает, ну, вот ему комфортно в своем состоянии, это не значит, что, знаешь, надо маниакально бежать, зарабатывать все деньги мира, от них тоже, как бы, счастье не прилетает, то есть... Баланс разумный, да, да, в оффлайнер совсем в другом состоянии, то есть у меня была ситуация, когда я год без работы сидел и играл тогда еще в Xbox 360, вообще ровно год, вообще ничего не делал, это еще до канала, когда у меня там была ситуация, когда я ушел с работы, не мог найти новый, не очень хотел, такой типа, нормально, и вполне себе комфортно существовал, а потом как-то раз и поперло, а потом, может, сейчас опять все закончится, и ты должен всегда быть, понимание, что в текущем состоянии, если тебе ок, и ты вывозишь, значит, тебе так комфортно, но это не значит, что через три года не форсанешься и не улетишь в космос, вместе с маском, или наоборот, забьешь еще больше болт и скажешь, да ну нахрен, играю в PS5, короче, 8К, и мне кайф. Если помню это время, потому что я тогда, помню, купил тебе iPhone 4S. Да, да, ну слушай, как сейчас, я помню 13 тысяч рублей. Не, ну чтобы ты понимал, я, короче, у меня уже была дочка, и я реально год, не то, чтобы я был в депрессии, а скорее наоборот, я прям играл в актив игры, короче, сидел с друзьями в Xbox, и более того, когда у меня жена уехала в роддом, я играл в Guitar Hero. Это мне, короче, до сих пор вспоминает. Ну то есть, вот в таком состоянии мне было суперкомфортно, вообще все пошло нахрен, я типа очень люто играю во всем. А потом поперло. Отличное время, да, а потом, типа, знаешь, год поваландился, ничего не... Ну скучно стало, такой, думаю, надо чем-то заняться. Ну вот занялся. Вот уже 8 лет не могу выдохнуть. Тьюжин занес нам 780 рублей, какой сейчас год. What year is this? Какой сейчас день, да. Не будем тебя задерживать больше. Спасибо. У нас почти 4 часа получилось, так что, короче, мы тебя еще... 3.20 не преувеличивай. Ладно, шутка. Но мы тебя, короче, призовем на наш DTKD, Надо будет сейчас заслать вам файлик на 2 гигабайта. Да, и что мы, короче, тебя обязательно напоим тебя пивасом. Да, да, да. И поболтаем про все. Я говорю, если что, зови, можем вообще вживую тебя. Давай, давай. Сейчас как раз выдохнем. Привезем тебе пиваса вкусного. Огонь, договорились. Спасибо, что смотрели. Давайте, до следующего раза. Всем пока-пока. Счастливо, ребят.